Аплодисменты Мы начинаем очередной выпуск программы «Чёрное зеркало». В студии программы её ведущий Евгений Киселёв. Мне помогает мой коллега Алексей Лихман. Я вижу пустые места, они, правда, заполняются. Честно вам скажу, что в этот раз мы с большим трудом собирали представители разных политических сил, которые представлены в парламенте, потому что, ну, видно, слишком тяжело и напряжённо эти три недели, пока не проходят заседания Верховной Рады. Я ничего не хочу говорить, но почему-то телефоны многих из народных депутатов Украины отвечают голосами роботов на иностранных языках. Да что вы говорите, это, наверное, какие-то... От малазийских до центральноевропейских. Это, наверное, Алексей, какие-то злые духи. Это совпадение. Или работа на заграничном избирательном округе. Или на заграничном избирательном округе, или просто какие-то зловредные духи там поселились в этих самых мобильных телефонах. Чем чёрт не шутит, как говорится. Ну, вы знаете, раз уж об этом зашла речь, прежде чем мы будем говорить на разные темы, которые я, кто смотрел подробности, уже анонсировал, а у нас и продолжающийся политический кризис, и слухи о возможной замене премьер-министра, и драматический вопрос о судьбе Надежды Савченко, и многое другое, я всё-таки хотел бы одну историю рассказать, которую мы не успели обсудить неделю назад, о чём страшно сокрушался тогда же, в прошлую пятницу, присутствовавший здесь Григорий Немыря. Так вот, Григорий Михайлович, я вашу просьбу выполняю. Если смотрите нас сегодня, вы это сейчас увидите, а если нет, ваш коллега и по фракции земляк Алексей Рябчин вам расскажет. Обязательно передам. Так вот, в чём состоит история. Месяц назад, 3 февраля, в Ирландии был распущен парламент. 26 февраля, в минувшую пятницу, то есть через 3 недели и 2 дня, в Ирландии состоялись новые парламентские выборы. Обратите внимание, 3 недели и 2 дня понадобилось, чтобы организовать предвыборную кампанию, провести теледебаты. Причём не такие, как повелось проводить в Украине, когда политики капризничают, с этим пойду на дебаты, а с этим не пойду. Да и вообще, нафиг эти дебаты, я великий, я царь горы, вообще ниже моего достоинства с кем-нибудь политические дебаты вести. Нет, там провели настоящие дебаты, лидер каждой политической силы, с лидером каждой политической силы, без всяких отказов. Успели и с агитационными поездками по стране поездить, и рекламные щиты развесить, те самые билборды, которые у нас упорно пчут называют бигбордами. И самое главное... Ещё называют бигмордами. Бигмордами, да. И самое главное, напечатали бюллетени, проголосовали, всё в стране, есть новый парламент. Примерно за то же самое время, которое депутаты Верховной Рады решили провести в округах, посвятить работе с документами, или, как мы уже сказали, по утверждениям злых языков, провести это время, плюс прихватив ещё мартовские праздники, в более тёплых краях. Ну, знаете, загар покажет, кто где работал. Три недели и два дня Карл в непоследней европейской стране провели парламентские выборы, избрали парламент. Есть желающие прокомментировать? Конечно. О, Инна Германовна Богословская у нас очень давно не была. Да, добрый вечер. А ответ очень прост. В Ирландии есть партии, а в Украине их нет. То, что у нас называется политическими партиями, партиями не является, потому что там нет идеологии, там нет программы, там нет членства. И именно поэтому, до тех пор, пока мы не проведём реально политическую реформу, пока в новой конституции не будет записано, что может являться политической партией, пока мы не отменим рекламу политическую в средствах массовой информации и не введём обязательное проведение политических дебатов, а если партия отказывается участвовать в дебатах, то она автоматически должна сниматься с выборов, до тех пор у нас будет этот бардак. Мы унаследовали от советской системы отсутствие партий. Потом, по выражению Черномырдина, какую партию ни строили на постсоветском пространстве, всё равно получается ЦК КПСС. А сегодня мы дошли до того, что партии превратились в вождистский договорняк вокруг какого-то персоналя, который имеет неплохой рейтинг. Это путь в никуда. Никогда мы не построим политической системы при таком подходе. И никогда мы не сможем нормально выходить на смену власти, которая не соответствует требованиям народа. Именно поэтому у нас может быть премьер-министр от партии, которая имеет ноль рейтинга. И это почему-то считается нормальным. В любой европейской стране премьер-министр при таком рейтинге, и при том, что партия премьер-министра отказывается участвовать в местных выборах, потому что у неё нет шансов быть избранными, это абсурд. Это ещё раз свидетельствует, что в Украине институциональный кризис по всем абсолютно параметрам. У нас... Хорошо. Поэтому у нас экономический кризис, у нас кризис власти, у нас кризис доверия, у нас политический кризис и у нас институциональный кризис, потому что в Конституции написано одно, в жизни абсолютно другое. Банальный пример, о котором мы говорили, это там бесплатное образование или бесплатная медицина, которых уже давно нет. Поэтому сколько бы мы не плясали на костях этого постсоветского разрушенного здания, если мы не проведём полное переформатирование системы власти, если мы не поменяем конституционные принципы, мы будем всё время в бесконечном кризисе, который будет порождать новые и новые. Спасибо. Дмитрий Добрадонос, хотите возразить или поддержать? Нет, я хочу поддерживать в том, какой абсурд в нас вообще происходит, потому что я как раз вчера получил ответственность секретаря Верховной Ради на своё свернение через то, чтобы мне объяснили, чьи есть у нас коалиция и в каком складе эта коалиция есть. Вот ответ была просто фантастичной за своей абсурдностью. Значит, там была констатация факту, что действительно 3 из 5 партий коалиции вышли из нея. Но сказать достеменно, чи осталась или не осталась в нас коалиция, может ли только секретарь коалиции, который мог быть создан вместе с коалицией, но который не подал документы в аппарат Верховной Ради про создание своего секретаря. Поэтому... Надо по-талагнатому в привлечении такое ощущение. Да, поэтому ответ на то, чьи есть коалиция в парламенте, может дать только керевництво коалиции. Что мы знаем, такого юридического отдела просто нема на сегодняшний день. Абсолютно погоджуюсь с вопросом партийного, потому что выступающие с трибуны Верховной Ради и волаячи до депутатов не принимать закон 37.00 про так звану партийную диктатуру, я как раз уже слышу, что у нас есть політично-маркетинговое утворение. Знаете, как есть продукт, в него вкладывают деньги, так было в 2014 году перед выбором, давайте подивимся, там, Солидарность, Народный фронт, а решта партій, там, крім, напевно, двоих, ну, треба дати належных, очевидно, крім Батьківщини і Свободи, так, це партії, які були створені абсолютно за принципом, за яким створюється будь-який продукт, який треба дуже швидко зробити популярным для його продажів, там, Coca-Cola, там, я не знаю, Big Buck, або ще щось інше. Так, в цьому є абсолютніша біда країни, яка, в принципе, на сегодняшний день за идеологию не розділена на партійне утворення. Я хочу доповнити, Дмитра, дякую, в принципі, правильно сказано, але хотів би сказати, що, окрім того, до речі, ми далі пішли, ми звернулися до представників коаліції, до їхнього керівництва, і ми отримали тільки відповідь від БПП, що вони таку інформацію не володіють, щодо складу коаліції і хто туди входить, тобто, навіть самі коаліціянти, так би мовити, які не заявляли про вихід, заявляють про те, що вони не володіють інформацією, ну, на рахунок амнезії. Але я все ж таки хочу заперечити пані Інні, на рахунок повністю відсутністі і підтримати Дмитра. Наприклад, наша політична сила є ідеологічна сила, ми її представляємо ідеологію українського націоналізму, і це нас суттєво відрізняє. І ми не міняємо вивіски від виборів до виборів, адже, згадайте вибори 2010 року, з тих партій, які тоді брали участь у виборах, лише дві політичні сили брали в виборах в 2015 році. Це свобода і батьківщина, на той час їх б'ють, так? Так от, тому що ми не робимо під виборці, як то кажуть, кожен раз під вибори, міняючи вивіски. Раніше був фронт змін, потім народний фронт, завтра ще якийсь БПП, солідарність і так далі. Дорити до безкінечності. Морда, якби ті самі, тільки вивіски міняють, бо якби політична партія обанкрутилася, не маючи довіри вже у суспільстві в виборах, так як ми бачимо це з прем'єром. Тому, правильно, я згаду за те, щоб ми дійсно будували партійну відповідальну систему на ідеологічних основах, де кожна партія має змагатися своєю ідеологією, своєю програмою. І на одній від інших партій ми маємо все, не тільки програма. У нас є навіть проєкт Конституції, який ми презентували ще в 2007 році. І питання Криму там пропонували вирішити на народному референдумі і так далі. Але, на жаль, не завжди до нас прислуховуються. Або прислуховуються, то занадто пізно. Так як це показало в той же час з Кримом і Донбасом. Тому, кажу, я згідний за те, що дійсно має бути політична відповідальність і не мають бути політичні проєкти, які створюються одноразово, завдяки олігархам і ЗМІ роздуваються кожен раз під виборів, щоб дуряти виборців. Простите, Михайл, але тут я не можу не заметити, що, смотрите, ведь проєкт «Свобода», він существує багато-магато років. 25 років буде цього року. Совершенно верно. Совершенно верно. Я вже 15 років буду в партії. Ви в нинішній состав парламента не попали. І опроси свідчують о том, що і, якщо будуть досрочні вибори, теж можете не попасть. Це, як і на всі соціологічні опитування, навпаки показують, до речі, пан Євен. До речі, на останніх виборах місцевих ми показали рейтинг по Україні, прийшли в 15 обласних рад. І рейтинг у нас зріс майже вдвічі, з попередженням результатом 2010 року. Тобто ми динаміку показали. Так, в нас були проблеми в 2014 році, але на відміну від інших партій ми не зчезли, ми не розмокталися, проєкт «Свобода» не закрився, бо це є проєкт українців, це є національний проєкт, який українці захищають інтереси нашої держави. Тому ми не можемо розпастися просто перед виборами чи до виборів, розумієте? І побачимо, що ми будемо в судному парламенті. Можна? Да-да, конечно, Вадим. Ну, знаєте, вот є країни ксенофобські, а ми країна ксенофілий. Так, ми дуже любимо чужих. Ми говоримо там Польща, Грузія, так, які-то інші країни, Балтия. Як все успішно, в нас все плохо. Тепер вже Ірландія в цей список пошла. Ну, давайте по порядку. Ірландія – маленька країна. Не така уж маленька. Скільки там мільйонів чоловік, скажіть? Ну, знаєте, Ірландія живет около п'яти мільйонів чоловік. Ірландія – це країна більше, чим, скажімо, всі країни балтийські, всі країни, бувші Югославії, крім Сербії. Совершенно верно. І споставимо там з Дані, Норвегії, Словакії, Фінляндії. Евгений, правильно, ви зрываєте з'язіка дальнішу бувську. Потому що в Європі так тільки... В Європі більшісті країн маленькі. Правильно, 5-4 мільйона, даже по мільйону. Скільки у Черногорії? 600 тисяч. Окей. Понимаєте? А тільки больші країни – це хто? Це Британія, імперія. Так, це Гермія, яка збиралася. Це бувші свіщенна римська імперія. Це Італия, збрана, причем дуже з противоречами север і юг. Так, і це Франція, бюрократічна монархія, яка утверджалася, извините, столетини. Ну, Польща. Польща, нет, Польща менше, Польща 20-е столетие потратила на формування нації, начинався з Пилсудського. Пережив 4 раздела. Я напомню, в 46-м году делегація Компартиї України поехала жаловаться в Польщу, Варшаву, о притесненнях українців в Польщі. На що їм сказали? Пролетарські наші друзі. Ми строємо не господарство національностей, а господарство націю. Тому вони немців убрали туди, вони выселили туди, в Германию. Українців полонізували, вони стали монолітної однородної нації. А тепер возьміть Україну. 44 мільйона. Территорія одна з найбільших в Європі. Так, постсоветське наслідие. Глубина советськості, советських традицій государства намного більше, чем Польща, Венгрия, Чехія і так далі, і так далі. Тут же советський код, тут 70 років, а може даже 300 років. Вот цей русський код «Власть-собственность» утверждался. І до сих пор ця власть-собственность домінирує в українській політиці. Вадим, давайте просто близько сьому. К чому ви ведете? Я веду к тому. Вот последня вышла книга западних авторов. Называється «Политика в епоху жесткой экономики». Описывается, как в Ірландії три министра ночі. Прем'єр-министр, два министра і министр фінансів. Неужели что-то пилили? Нет, ночі, ночі придумали, як вийти з фінансового кризису, який був в 2008 році. Позвонили в МВФ, Вашингтон, а потім обзвонили своїх міністрів, поставили перед фактом, що вони приняли таке рішення. У нас дуже багато проблем. У нас действительно інституційний хаос. Ми любимо використовувати дыри в правилах, тому що використовуємо промахи і пробелы в юридической конструкції для того, щоб играти в гру. Ми граємо не по правилам, а спробуємо в каждій грі своїми правилами. Ми не знаємо, хто у нас исполнительну власть возглавляє. Президент чи прем'єр? Вообще, що таке коаліція в Україні? Вообще, прем'єр должен возглавляти. Це я говорю не о том. Поэтому, при всім при тому, що у нас дуже багато проблем, давайте все-таки не множити вот ці примери успіхів. У многих країн є свої проблеми. Так нам, що ви предлагаєте? Наслаждаться примерами наших неуспіхів? Я предлагаю. Я вот що предлагаю. Давайте обсуждати. Перше, як нам змінити так конституцію, щоб любой інституційний політичний пад в парламенті, вне парламента, имав чітку процедуру выхода. Тому що, коли в конституції не написано, що буде, хто буде виграє? Тот, хто сильніє. У кого сильніє административний ресурс. Тот парламент с трудом набирає 226 голосів для голосований. Ви верите в те, що він способен змінити конституцію, але це у доді десятилетия? Нет. А тут парламент ні при чому. Парламент ніколи не мені. Отменять його може бути? Люди должны мені. Надо, щоб общество меніло. Надо, щоб є помимо еліт політичних, є ще еліти. Інтеллектуальні, гражданські еліти. Ми должны взяти відповідальність за свою країну, за своє государство. А не тільки збачити це на політичну елиту. Я прошу прощення. Я исключительно говорив об Ірландії, не призываючи Ірлана поклонству. Я говорив о тому, що, оказывається, в країні можна провести за три недели вибори. Можна, але в маленькій країні все можна. А що, в Україні нельзя? А в Ірландії? Ми говорили о тому, що... Скільки ми говорили о тому, що... Простите, пожалуйста, що реформу полиції по грузинському образцу сделать в Україні никак невозможно, тому що Україна больша, а Грузія маленька. Я не вас имею в виду. Кстати, не дуже добре зробили. Давайте будемо начинать. Да, і поэтому не будемо. Що касається Італиї. Понимаєте, коли є державний апарат, є госслужба. Тоді міністри можуть змінюються, а госслужба працює. Ось тут один міністр сидел, каже, я не можу робити ставку, тому що сорвуться Олимпийські ігри. А при чому тут міністр? А апарат міністерства цим займається, отрасль займається. А міністри тільки корректирують роботу міністерства, исходя з политических приоритетів. Поэтому, самый главний, кстати говоря, закон, фундаментальний закон, который был принят, і він же самый антикоррупційний, це закон о господарственній службі. Все остальні законы, фиттіні грамоти, корупційне бюро, антикоррупційне бюро, а вот закон о госслужбі, хороша европейська зарплата госслужащу, гарантии, соціальний пакет госслужащому, от ці закону, який може дійсвіттєювати механізм господарственному управлению. А коли механізм... А? Где деньги, Зин? Помните, как Высоцкий пел? Деньги валя. Деньги в коррупційних схемах. Что, их мало или нет? Много. Но же они лежат... На повышение зарплаты. А? Вот министр Пивоварский ушел в отставку, правда, потом забрал заявление обратно, потому что не создали фонд, который обещали создать. Когда у нас будут налоги платить, когда у нас заработает экономика, бюджет получит деньги на зарплату министрам. И надо, чтобы они деньги получали украинские деньги, а не за счет фонда Европейского союза. Хорошо. Алексей. Сегодня уже 10 минут эфира, и так много говорится о Батьківщине. Вы вспомнили Григория Немирю. Тут говорились про единственные партии Батьківщина-свобода, которые есть и идеологически, и долго существуют в украинском парламенте. И Вы сегодня вспоминаете закон о держслужбе, который моя коллега Алена Шкрум выстрадала просто и пробила, наверное, сквозь все сопротивление, поэтому спасибо Вам большое. А для того, чтобы больше было ответственных партий, для того, чтобы больше приходила профессионала во власть, помимо того, что действительно нужно менять Конституцию, нужно менять избирательное законодательство. Убирать эту мажоритарку, гречкосейство. Да, здесь есть у нас мажоритарный кандидат. Если все были такие же мажоритарщики, как Дима Добродомов, например, или мои коллеги, тогда действительно у нас был бы намного качественнее парламент. Но нужно делать пропорциональную систему, нужно убирать телевизионную рекламу, либо оставлять ее очень лимитированно, потому что парламентская и партийная дисциплина и профессиональные дебаты, как Вы правильно заметили, намного лучше, чем гречкосейство и вот это вот зомбирование, которое, может быть, некоторые каналы и выиграют, но и проигрывает украинский народ. Понятно. А я думал, что Вы обиделись на то, что у нас партий нет идеологических, а исключительно лидерских. Они у нас есть, потому что у нас Украина молодая демократия, и сравнивать нас с Ирландией, с Великобританией... Украина давно существует, Алексей. Батькищина давно существует, и точно так же Батькищина развивается... А можно вопрос? Она левая партия или правая? У нас есть правоцентристы, и у нас есть некоторое крыло, которое может быть там где-то центристой. А иногда, может быть, давайте честно скажем, влево иногда риторику заносит, но мы правоцентристы, мы более 10 лет находимся в семье Европейской народной партии, с которой мы недавно общались, и когда ты приезжаешь в Европейскую народную партию, членами которой являются только две партии, это Батькищина и удар. Итог удара они вопросы задают. может быстро реанимироваться. Так вот, Батьковщина является уже 10 лет членом огромной европейской семьи, и с нами ведут переговоры, и мы являемся партией, прародителем, я думаю, тех партий в Украине, которые должны существовать. Кстати, принятый закон о державной финансировании партии Батьковщина очень сильно поддерживает, потому что, наконец-то, это позволит партиям развиваться, не завися от обстоятельств. И мы готовы отчитываться за каждую копейку, за каждые средства налогоплательщиков, и нам не страшно за это, потому что у нас есть уже этот опыт. Поэтому я бы не так сильно боялся вот этих вот партийных вещей. Будет у нас все хорошо с партиями, давайте просто поменяем закон о выборах, и тогда у нас будет в стране намного лучше. Владимир, вы хотели включиться в разговор? Включиться в разговор, я хотел бы, чтобы мы вышли из разговора про идеологические партии, про то, кто здесь хороший, кто плохой, к ключевому вопросу. А почему вообще возник политический кризис? В чем проблема? Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что та ситуация, в которой оказалась Украина, глубокий экономический кризис, отсутствие внятной программы коалиции, оппозиции, про то, как вывести страну из кризиса и поставить ее на путь экономического развития, быстрого, динамичного, уверенного, устойчивого. Вот на этот вопрос нет ответа. Хорошо, а вот вы-то сами, вот как аналитик, как вы оцениваете ситуацию? Нужны ли Украине досрочные выборы? Или категорически не нужны? Я не случайно это спрашиваю, потому что, смотрите, мне бросилось в глаза два известных американских эксперта, занимающихся Украиной, Адриан Каратницкий и Андрес ослун. Оба работают в Atlantic Council, написали на этой неделе диаметрально противоположные статьи. Один говорит, что ни за что, ни в коем случае нельзя проводить выборы, другой говорит, что нет выборов и, в общем, проводить надо. Кто прав? Ну, Адриан Каратницкий известен тем, что он очень влюбчив, он в свое время был очень влюблен в партию регионов и лично в президента Януковича, поэтому я бы на Адриана в данной ситуации внимания не обращал. Андрес это, может быть, один из лучших знатоков постсоветской реальности. Это человек, который тоже, скажем так, меняет свои предпочтения, но если Андрес сказал, что надо, то надо. Я думаю, что... Андрес тоже влюбчивый. Да, он тоже влюбчивый. Нет, там важного Яковлева сказал. И его последняя любовь это Иценюк. И если Андрес говорит, что надо проводить выборы, я не могу не согласиться. Но он сказал, что выборы, но за какими правилами? То есть за новыми правилами. Если бы продолжить, это очень важный. Он сказал, что выборы имеют смысл только в случае, если проводить их по новому законодательству. Мы к новому законодательству вернемся обязательно. Можно проследить, кого поддерживает всегда один эксперт и кого поддерживал всегда другой эксперт. И из этого сделать очень простое заключение, почему один за проведение выборов, а другой против проведения выборов. Всегда Кратнинский поддерживал ту сторону. Это как-то связано с кошельком? Я же никогда не присутствовал при разделе. Но всегда Кратнинский лоббировал Бьют. Он представлял, мы журналисты знают, он всегда поддерживал стратегию Бьют. Он всегда был солидарен с мнением Бьют. А Ослан всегда был более про, такой, про государственный, про властный. Поэтому, я не знаю, провладный, да, он не проукраинский. Это, они оба проукраинские. Давайте все же... Поэтому каждый из них я не присутствовал при разделе выдачи финансовой компенсации. Выборы проводить или не проводить? Выборы нужны или нет? В том старом анекдоте, там, не мудри, не мудри, рукой покажи. Выбрать два новых, точнее, два новых блока с одной, один коррупционный БПП, а второй антикоррупционный Саакашвили, которые потом соединятся в одну коалицию. Обалденно. Конечно, надо проводить для того, чтобы это все поменять. Ну, два блока, мы же прекрасно все здесь сидящие знаем, идут по одной программе. Отработана концепция. Завели Саакашвили. Правда, на сегодняшний день немножко прииспугались. Немножко кого они завели. Уже немножко пришло прозрение, похмелье и прозрение. Но пока концепция простая. Идут два блока. Один провластный и второй провластный. Ну, только один представляет из себя коррупцию, а другой представляет из себя борьбу с коррупцией. Вам не кажется, что в этот момент, вот когда вы так говорите, четко расставляете нужно-ненужно, вы решаете за украинцев. Может быть, все-таки чаще давать нашим людям возможность говорить? Вот Владимир говорит о том, что решат украинцы. А как? Алексей, знаете, вот если мы, вот все хорошо в стране, и мы говорим, а проводить выборы досрочно или не проводить? Ну, конечно, не проводить. Зачем, если все работает? А если не работает? Так не работает у нас ничего. Так что, будем наблюдать, как углубляется кризис? Дорогие друзья. Как дальше падает экономика? Поэтому, если это, коалиция не будет работать. А если в парламенте не будет большинства... То есть, а до этого, вы считаете, она так работала, что ее не за что было отставить? Если задача Кабмина, так сказать, перевалить туда косвенность, так зачем это надо? Давайте сразу проводить выборы досрочно. Вам, как политологу, реплика. Реплика вам, как политологу. Есть такое понятие легитимность, да? Вот вам не кажется, что нынешний парламент, состоящий из партии, которые не отражают, в некотором смысле, расклад, сегодняшний расклад политических сил в стране, и не пользуется прежней электоральной поддержкой, начинает просто терять легитимность. Безусловно, это так. Но смотрите, на Западе тоже, кстати говоря, не все отражается в 4 года. Там есть промежуточные местные выборы, как мы знаем. И, кстати говоря, ведущие партии в парламенте, они реагируют. Ага, мы проиграли местные выборы, значит, мы должны откорректировать политику, переналадить тут, кого-то поменять, министра поменять. Вот Фабиус ушел, новый министр иностранных дел Франции, тоже корректируются какие-то вещи. Но у нас же этого нет. У нас корректировки нет. У нас нет корректировки. Поэтому, если это правительство не будет работать нормально, если парламент не будет работать, если коалиция будет только де юре, а де-факто ее не будет, ну зачем тогда делать вид, что не в стране кризиса парламентского и правительства? Сейчас, Инна, я вижу все поднятые руки, я просто стараюсь давать слово тем, кто поднял раньше. Пожалуйста, Евгений Бурайович. Я, наверное, неудобно сижу, меня просто не видно. Не-не-не-не, вы очень хорошо сидите. Я прошу аудиторию всех вдуматься, о чем говорят. Да, вот судьбу Украины решают неукраинцы. Говорят какие-то аналитики. Вот чего соглашаетесь с иностранными аналитиками? Если вы действительно политолог, если вы действительно отражаете волю нашего народа, спросите у людей, 70% не доверяет президенту, 75% к обмину, 80% не доверяет Верховному Совету. Спрашивать надо свой народ. По одной простой причине. Даже в Конституции записано, что это основной носитель власти. И поверьте мне, я не знаю, о чем говорит Вадим, вот вы говорите, заработает, не заработает. Вопрос, какую политику проводит наше правительство и вообще вся вертикаль власти? Мы полностью утратили свою независимость. У нас полностью страна попала под внешнее управление. Мы слушаем Байдена. Зачем вы пишете в секретаря от Верховной Ради? Звоните сразу в госдеп. Они вам точно скажут, будут ли выборы, есть ли коалиция. Звоните в МВФ, узнаете, будут ли у нас реформы и будут ли у нас деньги. Мы потеряли все рынки абсолютно. Нами полностью управляют извне, и это основная наша проблема. Потому что никого не волнует, как живет народ и в каком направлении движется наша страна. На сегодня вся коалиция, которая тут сегодня представлена, брала на себя обязательства по евроинтеграции. Сегодня Жан-Клод Юнкер сказал, что 20-25 лет нам не светит ни НАТО, ни Евросоюз. Ребята, вставайте и уходите. Вы обманули людей, обманули людей. Но вы же понимаете, почему он это сказал? Он сказал-то в Голландии, для того, чтобы донести двери референдума знакового. Евгений, я хочу вам сказать, по социологии 82% голландов не грозит расширением Евросоюза. 82% голландов будут голосовать против евроинтеграции. Странно, а где вы эти данные взяли? То, что я видел на этой неделе, менее 30% Евгений. Евгений, там до 27% не дотягивают, вы что-то перепутали. Я видел социологию, где 82% в любом случае, в конце марта мы это увидим. Правильно, чтобы пришло 30% на этот референдум. Уважаемые друзья, Украина находится в крайне бедном положении, экономически и политически. У нас глобальные проблемы. Если у нас есть европартнеры, о которых вы так долго говорили, они должны были сделать все шаги нам навстречу, а не искать виноватых в лице Денисенко или еще кого-то. Нас просто там не ждут. Мы бесплатная рабочая сила. У нас единственный раз был безвизовый режим с Европой. Это 1941-1944 год, когда бесплатные поезда увозили украинцев на работу и за теплой едой. Между прочим. Куда вы нас стягнули? Да, на внешнее управление, но управление Байдена лучше, чем управление Путина. Уважаемые друзья. Я не знаю, какая из политических сил вас содержит. Я вам скажу, куда я вас тяну. Никуда меня не содержит. Я надеюсь, что наконец-то все поймут. Вот этот евровектор, который был всеми задекларирован, показал свою несостоятельность за два года. Мы в ВВП упали в два раза. У нас абсолютно обесценилась валюта. Мы нищие. У нас нищий народ. И у нас никаких перспектив нет. И это правительство не сформулировало абсолютно никакой концепции развития страны. Вадим говорил о том, что да, там министры меняются, а страна движется. Но она движется, потому что есть национальная идея, и потому что есть концепция развития. Уважаемые друзья. У нас ее нет. А вы знаете, какое количество украинцев поддерживает европейскую интеграцию Украины? У вас есть такая социология? У вас есть социология о том, сколько украинцев, какая доля украинцев поддерживает интеграцию с Европой? А вы мне скажите, вы Украину включаете, крымчан и Донбасс? Для начала. Ответьте мне. Но вы знаете механизм, как там провести честное и независимое социальное. Я отвечу следующим образом. Все социологии, которые сейчас... Цифры такие же, как в Латвии, как в Финляндии, без Донбасса и без Крыма, я хочу повторить. Без 7-9 миллионов голосов, да, процент социологии поменяет. С вашего позволения. Бронислав, сейчас, одну секунду. Знаете, дорогие друзья. Существенное замечание, Евгений, что некорректно говорить о социологии с учетом Донбасса и Крыма, потому что, извините, там социологические исследования провести на оккупированной части территории Донбасса. Да, и в аннексированном Крыму тоже. Это 9 миллионов граждан, Евгений, это 9 миллионов граждан, чье мнение надо тоже учитывать. Евгений, я еще раз повторяю свою мысль. И сейчас это просто степуляция. Скажите нам, реальный механизм, как там провести независимое и объективное социальное социальное. Я попытаюсь объяснить про механизмы, особенно вопросы Крыма, я думаю, что я достаточно... Можно я отвечу? Не к тому, что никто не хочет учитывать их мнение, его узнать сложно. Я вам объясню очень просто. Нужно реинтегрировать Донбасс назад. Нужно полностью выполнить Минск. И если вы знаете, на последней встрече нормандской четверки, если можно, я закончу. Если можно, я закончу. И представитель МИД Франции и МИД Германии сказал, что выборы на Донбассе должны пройти в первом полугодии 16-го года. То есть зарубежных экспертов не слушать, а этих слушать помогут. Я вам говорю, что нормандская четверка... Я понимаю, ваше право о радикальной настроении. Не слушать надо, которые говорят такую позицию. Я закончу. Я говорю не об эксперте, а международном формате. В котором Украина взяла на себя обязательства. И сама его выбрала. Франция, Германия, Россия и Украина. Украина не брала на себя никаких обязательств. Мы тоже имеем зауважение до Европы. Но у них наибольшие зауважение до нашего уряда, до нашей влады, которая не проводит реформи, которая погрузила в корупцию, которая занимается только балаканиною, а на том, мы видим провал наиболее. Так, мы ожидали. от них поддержки. Город представительства МВФ. Я в том вопросе согласен. Но это проблема наша. Потому что если у семьи какая-то проблема, то проблема той семьи. И она должна выходить уже на зону с единой позицией. Я прошу прощения. Михаил, вы извините меня, что вас перебивают. Бронислав давно просит слова. Не, 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 можно? Мы просто пытаемся заорать одну вещь. Вот дорогие студенты, дорогие приглашенные. Вы Бронислав? Придите у родителей и просто спросите, как они стали жить. Это результат вот этой политики. Сегодня три министра иностранных дел, в формате которых решается судьба конфликта на Донбассе. Мы не в состоянии его решить сами. Власть не в состоянии решить. Сказали о том, что выборы должны пройти. И если выборы не пройдут, мы не получим кредит МВФ. Мы не получим больше никакой... Вы только говорили, что у народа надо... И единственный вариант... Вы меня спросили, каким образом решить, да, и провести социологию. Евгений, Евгений, нужно провести выбор. Простите, пожалуйста. Нужно вернуть Донбасс. Потом нужно проводить референдум и по вопросам Конституции и по всем остальным. К сожалению, ваша политика... Андрей, ваша политика привела к тому, что Крым с повестки дня сняла и украинская власть, и американская в том числе. А ваша политика, что мы Крым потеряли, привела к тому. Вы знаете, это ваш Турчинов его потерял. Мнение высказать. Здесь много очень таких здравых идей прозвучало. Много говорят о том, каким надо будет дальше политические проекты или там политические партии. Все правильно. В Украине создана такая система, которая действительно сегодня позволяет жить и существовать только политическим проектом. Где имя лидера обозначает его идеологический, как говорится, смысл. Но проблема не в этом. Украина очень огромная страна. С разными национальными интересами, с разными вероисповеданиями, с разными территориями, где есть та или иная предназначение к тем или иным, к России, к Европе, к всем остальным. Сегодня в своей задаче это объединить. Вы знаете, на этой неделе мы проводили такой конституционный урок в Житомирском педагогическом институте, где рассматривали от первой еще конституции Пилипа Горлока и заканчивая сегодняшней конституцией. Все эти положения, которые есть в сегодняшней конституции, они еще были написаны тогда в Бандерах, когда изделиями закладывались основы того украинского государства, которым сегодня мы ну, хотим жить. Вопрос не в этом. Вопрос абсолютно в другом. Все изменения в конституции это очень болезненный процесс. И сегодня, послушайте, и сегодня в парламенте тяжело найти 300 голосов для того, чтобы найти эти изменения. Есть законодательная инициатива, есть законы, которые позволяют это делать. Но вопрос абсолютно в другой. Сегодня то, что вы говорите про Минские угоды, я еще раз объясняю. Пусть иностранцы помогают нам сделать границу, именно восстановить ее. Пусть позволяют сегодня нам, пусть позволяют нам сегодня каким-то образом... Вы имеете в виду, что мало денег на стену выделили или что? Не хватает оснований? Но внутреннее обустройство Украины это внутренний вопрос украинцам. И никто не имеет права указывать нам, какая будет или федерализация, или там републикация, и всех остальных форм собственности. Сегодня у Украины есть унитарность. И это самое большое достижение, которое мы сегодня имеем. И рушить его какими-то способами, то ли какими-то условиями, там Будапештскому миранду, или других мы никому не позволим. Это наша земля, и мы должны выозначать ее будущее. Георгий Лагринский. Спасибо. Дорогие друзья, я попытаюсь все-таки попросить своих коллег, которые я очень уважаю, дать возможность мне сказать пару слов и выразить чуть-чуть уважения, с вашего позволения. Знаете, я на секундочку себя представил не сидящим в этом студии, а сидящим у телевизора. И подумал, как обычный украинец или европеец, который переживает за нашу страну, видит нас со стороны. Знаете, мы слышим только слова зрады. И не слышим слова гордости, за свой народ. Мы в этой студии, никто не говорит, что мы сделали за этот год. Как мы создали армию? Мы не гордимся своими воинами, которые стали там и единственные в истории, за всю историю, остановили агрессора, российскую Амеру, армию прямо перед Европой. Мы не сказали, что впервые в истории мы смогли не купить ни грамма газа у Российской Федерации. Мы стали энергетически... Вы говорили российский газ, о чем вы говорили в России у своих коллег. Не ври просто людям. Еще раз, мы сделали реверс газа, и мы смогли сделать... И реверс это не российский газ. Это российский газ, мы сделали реверс газа, европейские компании. Я хотел бы подчеркнуть, кроме этого, мы сделали достаточно большую массу реформ, которым мы могли гордиться. И все мы знаем, и в налоговой сфере, и в антикоррупционной сфере, и децентрализация. Я вам хочу сказать одну вещь. Я вас сегодня слышу. Григорий, почему вы, когда говорите об экономии газа... Я вам очень часто сейчас слышу, очень много времени, вы продолжите. Почему, когда вы говорите, и вы, и другие представители Народного фронта, выступающие, естественно, за сохранение, за яценюком премьерского кресла, вы все кричите о сокращении газа. Ну вот Татьяна Острикова только что сказала, это был реверсный газ, он все равно зеропа, но он российский. Я хочу все-таки сделать комментарий для людей, которые понимают, что газ система спешивает. При таком падении экономики и газа меньше лучше. Он смешивается в едином пассиве. Цена газа. Независимость от цены. Мы каждый 31 декабря по традиции встречали, что нам закрывали вентиль. Вы упускаете тот факт, что падение производства в Украине настолько движется такими огромными темпами, что газа требуется на него все меньше и меньше. Вот ваш механизм экономики. Экономии этого газа. Я отвечу лишь в том, что если мы не верим в себя, если мы не гордимся, если каждый из присутствующих, депутатов не может сказать, что он сделал лично, причем мне всегда есть сказать, что я сделал лично. Я знаю, что мы делаем дальше. Я хочу рассказать только одну вещь. Не главное, Мустафа Джамилев, мой учитель, рассказал мне институтерскую историю. Когда российские войска захватили одну из военных баз, был один крымский татарин. И он все время его недолюбило руководство, потому что вы знаете, что во время еще советских времен пошла традиция, что крымские татары они такие полупредатели, назовем это так. И когда пришли российские войска, они уже знали, кто сдаст, а кто не сдаст. И сразу же тех, кто потенциально могли сдать, они увели в сторону. Среди них был и тот командир, который недолюбливал, такой настоящий украинец. И они их держали несколько дней отдельно, потом отпустили. И этот крымский татарин помог этому майору вернуться обратно на материковую часть, тайно пропустив тропами, зная, как это пройти. И когда они прощались, этот майор сказал одну фразу крымскому татарину. Ты знаешь, я не тот народ считал предателем. Я хочу подчеркнуть, что сегодня наши люди должны понимать, мы должны быть цели и задачи, мы должны бороться за свою сторону, мы должны видеть программу и слышать, что мы делаем. Кто-то сказал, мы боремся за яйца, это неправда. Я могу сказать, что мы готовы проголосовать за любого другого премьера, который скажет, как мы выйдем из кризиса. Для того, чтобы сделать программу. Конечно, я слышал информацию о том, что кто-то, говорит, мы всех завтра сделаем миллионеры. Вот такая волшебная палочка. Пожалуйста, напечатаем деньги и все станут миллионеры, как в 90-е. Но, друзья, мы должны бороться и верить в свою страну. Мы должны что-то делать. И я хочу подчеркнуть, если будет Ерейска, если будет Бальцерович, в отношении которого рейтинг тоже упал десятки раз, но потом им гордились. Если он будет премьером, пожалуйста, но если его программа совпадает с тем, куда мы идем. Мне бы хотелось, чтобы вы здесь с нами были, когда господин Есенин говорил, как мы выйдем из кризиса. Давайте по очереди. Гордиться тем, что мы делаем. Мы должны видеть программу. Мы должны сказать людям, завтра, через год будут какие-то изменения. А не говорить о том, что везде взрада и мы ни на что не способны. Украинский народ сильный. Мы добьемся того. Я хотел просто ответить, почему возник. Потому что благодаря сегодня четвертой власти, а именно журналистам, которые начали раскапывать все криминальные дела, которые начали коррупционные схемы, в обществе появилась нулевая толерантность коррупции. И это стало во главу сегодняшних процессов, которые существуют в нашем именно политическом кризисе. Сегодня никто не согласен мириться дальше с тем, что одни пришли, поменяв других, и это дало возможность им продолжать те схемы, которые были уже наработаны там десятками лет. Это появилось самым важным критерием то, что возник кризис. То, что сегодня и БПП, последствиями, которые являются, были ну как бы в основе отставки. Я не понял. И то, что сегодня мы... Короче, четвертая власть виновата, журналисты виноваты. я благодаря журналистам, журналистам, в прокуратуре, СБУ, отдел УК, что мы не знаем, что у нас есть коррупция. продолжать схему. И это самый важный принцип. Знаете, сегодня продолжаем. А ну секундочку. Татьяна, еще единственный человек, который толком не высказывался. Я давно обещал слово и не богословство. Да. Дякую. Вот пожалуйста. Я хотела коротко відповісти коллеге из Народного фронта. Гарик, мы с вами хіба не в одній країні живемо, хіба мы с вами працюемо не в одному парламенті. Вы что не понимаете, что вопрос не в том, что в Яценюка, не говорим про прозвища, низкий рейтинг. Питание в том, что цей уряд перестав користуватися довірою населення. И перестав користуватися довірою парламента. Потому что он обманув парламент, который призначил цей уряд. Еще и мировым доверим. Поэтому уряд перестав користуватися и поддержкой парламента. Останною краплою, ну, зокрема, для нашей фракции, для фракции Самокоміч, став бюджет. Ганебный взрыв бюджетного процесса и взрыв податковой реформи. То же самое. Кириска тоже претензия. Мы не говорим про прозвища, мы говорим зараз про команду уряду, призначенную парламентом. Оскільки повністю відбувся взрыв бюджетного процесса, в бюджеті з'явилися мільйони на якийсь пісенній фестивалі, а сам текст закону ми побачили напередодні голосування, і то без розшифровок, куди ці гроші будуть витрачатися. Для нас це стало останньою краплою втрати довіри. І не йдеться про рейтинги, а довіра може бути відновлена тільки одним шляхом. Негайна відставка цього уряду, заміна генерального прокурора, заміна складу Центральної виборчої комісії і голови Центральної виборчої комісії, зміна виборчого законодавства, і тільки тоді ми можемо говорити про вибори. Тому що ми вже в цій студії неодноразово говорили, що вибори – це добре, це оновлення, це нова кров парламенті. А ви вірите в те, що після цього трьохнедельного перериву Рада зможе прийняти хоч одне конструктивне рішення? Рада змушена прийняти конструктивні рішення. Тому що, вибачте, цей політичний кризис, кризи ця, ці всі політичні розборки, скоро нам всім будуть по цим балах. Тому що я на цьому тижні була на Конгресі людей-аграрів, які займаються вирощуванням великої рогатої худоби і молока. І коли мені фермери говорять, що внаслідок, знову ж таки, ганебної політики уряду здачі інтересів України на догоду Міжнародному валютному фонду, ми скасували спецрежим для виробників м'яса і молока. В них були збитки по 2015 року, фермер виступаєш, в мене збиток, статтіва, 531 тисяча гривень від молочарства. 2015 рік. В 2016 році я ще почав до всього платити ПДВ. В мене збиток буде більше мільйона. Коли в Україні настане голод, тоді нам буде не до політичних розборок. Тому негайно треба, як тільки почнеться засідання, ми повинні негайно почати працювати. Уряд відставки. Согласись, разна модальність. Я ж пишу, що потрібно, а зможуть ли? Нема тому раді, ми мусимо. Якщо парламент не зможемо, Це ви розумієте, що мусите, а більша частина парламента на чартерах вилетє. Дорогі друзі, дорогі наші зрители, я зараз не являюсь политиком і кожний день радуюсь тому, що я принципіально відбувалася йти в цей парламент по одній простій причині. Ми все время з вами пытаємся макияжем язву желудка лечить. Неужели нет понимання, що вся система управління в Україні сьогодні, постсоветська, і вона розвалилась. І менять действуючих лиц без змінення системи, компетенций, відповідності, ресурсів, то, що середі популярних сейчас трендів називається децентралізація, а на самом деле основою государства должна бути не верховна власть центральна, а громады внизу с личними ресурсами, с компетенцією, с ответственностю. І формуватися должно все снизу вверх, а не сверху вниз, як сьогодні. І що таке вообще советська система управління, которую ми унаследовували. Це все дуже просто. Коли в Конституції пишеться одно, а в жизни совершенно другое. Коли в Конституції декларируються права, які реально не реализуються. Це совок. Конституція 1936 року Советського Союзу орган исполнительной власи кабинет министра вертикали не имеет. Администрація президента, которая по Конституції не является исполнительным органом, вертикаль имеет. С чем вы сталкиваетесь, когда вы вызываете министра и управление к себе на комитеты? С тем, что у вас дублирование функций везде. Для чего это сделано? Для того, чтобы никто не мог отвечать за провал в той иной сфере. Потому что пуговицы пришивает один, рукава другие, третий, подстежку четвертый, претензии к костюму, который одеть невозможно, есть? Нет. Поэтому, сколько бы не меняли сейчас лиц, если мы не сделаем новую Конституцию, полностью новую. Потому что согласно действующей в Украине Конституции, вносить изменения в условиях военного положения, в условиях не при введении, а в условиях изменения вносить нельзя. Можно принять только новую Конституцию. Но ведь не примем. Эту новую Конституцию. Давайте положим эту начинку. Я вам, вы знаете, я имею право сейчас об этом сказать, потому что 30 ноября, 13-го года, на следующее утро, после разгона студентов, я написала обращение ко всему обществу украинскому и к украинским политикам. И тогда написала, что это начало плана Путина по гражданской войне в Украине, что это начало раздела украинской территории, что мы немедленно должны принять меры, иначе будет война. Тогда сказали, что Богословская пиарится на горе, потому что не слышат вовремя, потому что нужно слушать специалистов в государстве и праве, потому что законы государства и права работают так же, как законы экономики. Сегодня постсоветская система разрушена полностью. Мы говорим о том, что у нас безработица, что у нас не производится добавленная стоимость, у нас ничего не работает. Почему? Да потому что государство сейчас стало врагом бизнесмена. Врагом! Поэтому весь бизнес ушел в тень. Мировой банк сейчас оценивает объем теневой экономики в Украине 60-63%. Добавленной стоимости нет, но мы покупаем деньги, потому что что мы сейчас делаем? Беря кредиты, мы покупаем деньги. Мы за стоимость денег тоже ничего не производим, потому что мы эту цену денег опять проедаем. Это будет бесконечным процессом. Президент, который по Конституции должен быть гарантом Конституции, принимает полностью антиконституционные решения. Он возглавляет антикоррупционное бюро, при том, что этих полномочий у него по Конституции нет. Это значит, что он назначает руководителя. По закону он назначает руководителя. Затверджуете. Затверджуете. Таких полномочий в Конституции нет. Таких полномочий в Конституции нет. Поэтому... У меня есть полномочий на рекламу. Да, спасибо. Продолжим с невышей части. Продолжим. Спасибо. Мы продолжаем очередной выпуск «Чёрного зеркала». В начале этой части программы мне бы хотелось поговорить о судебном процессе над Надеждой Савченко. Все мы читали, а некоторые слышали даже озвученные её сестрой последнее слово Надежды Савченко, которое в суде ей не дали произнести. Все, наверное, потрясены и мужеством, и цельностью натуры этой безложного пафоса, скажу, героической, мужественной женщины и офицера. Сейчас у нас на связи должен быть адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин. Вот он у нас на стене по скайпу из Москвы. Марк, добрый вечер, слышите нас? Да, я вас слышу. Добрый вечер, Евгений Алексеевич. Скажите, пожалуйста, что теперь? Надежда объявила сухую голодовку. Нет ли шансов её переубедить? Ну, я вот это сегодня делал утром. Я сегодня её посвящал в СИЗО 3 в Новочеркасске и убеждал её, что это надо сделать. Что лучше отказаться от сухой голодовки, потому что резерв её очень короткий. Несколько дней буквально. Но она отказалась, она ни в какую. После меня пошла Вера. То же самое пыталась это сделать. Комсулы Украины на юге России, там Ковтун Александр Петрович и другие просили её об этом. Тем более мы передавали ей эти просьбы, которые обращены к ней были из Украины. Они через сеть, наши твиттер-аккаунты очень многие бросили. Но она ни в какую, потому что она считает, что только так она может добиться своего освобождения. Ну, насколько я знаю, ведь по российским законам её могут в таком случае начать кормить принудительно. Да, это так. Более того, они даже обязаны это делать. Они не могут в системе ФСИН позволить ей уйти из жизни таким образом. Это их обязанность. И что будет в этом случае? Дело в том, что в самой тюрьме возможности для принудительного кормления нет. Это можно делать только в стационаре. То есть, видимо, её повезут из Новочеркасска в Ростов, в одну из гражданских больниц. И процедура выглядит так, что там такая распорка, вставляют зонт и через него поступает в жидком виде пища, ну или жидкости и так далее. Дело в том, что она ведь может быть очень ослабленной и сопротивляться не сможет, хотя вот настаивала на том, что отказывается от принудительного кормления. Дело в том, что в ближайшие дни это праздники. В России праздники 8 марта и понедельник, вторник – нерабочие дни. А суббота и воскресенье тюрьма на ход для адвокатов не работает. То есть, первый рабочий день, когда мы чисто теоретически можем его видеть, это как раз 9 марта, в 11.00, когда начнётся заседание в Донецком городском суде. Если её туда этапируют, мы узнаем обо всём, что происходило в эти дни только тогда. По вашей оценке, украинское государство достаточно старается, чтобы добиться освобождения Савченко? Ну, видите, я же сужу по своей работе. Я же не участник переговоров об освобождении Савченко в любых форматах. Там трёхсторонней комиссии в Минске или же на Орманском формате. Поэтому я, насколько могу судить, я считаю, что вполне достаточно. Проблем ведь не в украинском государстве и не в украинской исполнительной власти, а проблема в Кремле, в Путине. Поэтому чё ж мы будем искать виноватых там, где проще всего их искать. И сложно искать или адресовать эту вину по отношению к человеку, которому вообще вины не чувствуют. Ну, всё-таки к чему-то вы сами готовитесь. К приговору и тюрьме? Я считаю, что её осудят. И проблема здесь не в правосудии, а в том, что она отсутствует в России. А во всём остальном я считаю, что и стороной защиты, и украинским государством, и украинским обществом, и международным посредством давления обеспечены ситуации, при которой Савченко этого наказания отбывать не будет. Я думаю, что это будет то, что называют обменом. На самом деле это чисто умозрительный обмен. Это, в общем, по конвенции её отправят отбывать наказание в Киев, в Украине. Я думаю, это самый реальный вариант. Ну, а что имел в виду ваш коллега Илья Новиков, когда он давеча сказал, что вопрос освобождения Савченко находится в международной плоскости? Ну, дело в том, что её освобождение зависит от интересов Кремля, которые посредством торга могут быть реализованы в геополитической плоскости. Ведь Кремлю не нужна сама по себе Савченко. Кремлю нужны выгоды, которые можно получить от её освобождения. И это как раз является предметом переговоров, но, конечно же, не только с Киевом. Я думаю, что мы, конечно, не присутствуем при этом, но и в нормандском формате, и с Соединёнными Штатами разговоры отойдут. Я просто точно знаю, что вопрос о Савченко поднимался Керри и рядом других высокопоставленных лиц из Соединённых Штатов, которые принимали участие в разных форматах переговоров с Кремлёвом. В том числе, кстати, и по Сирии. То есть это такая головная боль, переходящая сотрясением мозга, кейс Савченко, в силу его публичности. Поэтому в этом контексте можно рассматривать как международную проблему её вопрос освобождения. Марк, а я хотел бы спросить о поддержке Надежды Савченко, которую она получала или не получала вот в эти два решающих дня, тяжёлых, драматических. Вам, безусловно, спасибо за всё, что вы делаете. Но скажите, много ли представителей Украины приехало на этот процесс? Ведь все ждали финала, приговора. Много ли вы видели народных депутатов, представителей МИДа, да и вообще высших чинов из Украины на процессе? Нет, представители МИДа, кстати, постоянно присутствуют на всех абсолютно заседаниях. Консульство на юге России в Ростове постоянно находится в зале суда. Что касается всех остальных, вы же поймите, ведь не случайно в Донецк-то суд перенесли. Ровно для того, чтобы туда никто не доехал. Присутствовало много журналистов. Я просто могу сказать, что там канал СТБ, который тоже так же присутствовал на заседаниях, они вели съёмку. Их до этого, когда они приезжали в дни с куда меньшим вниманием прессы и всех других представителей дипломатических, консульских, которые тоже сейчас приезжают, их забирали дважды, понимаете? Поэтому всё сделано было специально для того, чтобы ограничить... Мы знаем, там работала все эти дни съёмочная группа Интера, и тоже с трудностями. И я к чему веду, что народным депутатам Украины всё-таки было бы проще пробраться на этот процесс, появиться на нём. Ведь в стенах парламента они имя Савченко, извините, конечно, но просто затаскали. И как бы кто-то из них мог бы хотя бы приехать и проявить солидарность с ней. Но мы об этом сейчас поговорим с нашими гостями, почему они этого не сделали. Вопрос, безусловно, не к вам. От вас хотелось получить только эту информацию. Спасибо. Да, поймите, я всё-таки не так, чтобы готов комментировать внутриукраинскую ситуацию. Я гражданин России, это не в моей компетенции. Ну всё-таки, вот последний вопрос. Вы говорили о том, что рассчитываете на международное давление, на давление Запада на Россию в связи с делом Савченко. А не может ли обернуться это так, что такое давление приведёт только к худшим последствиям? В Кремле просто не захотят уступать, демонстрировать свою слабость. Ну, это одна из логик, которая опровергается предыдущими кейсами. Ну, посмотрите, как случилось с Сенцовым и Кольченко. Солошенко, который отбывает уже наказание, кстати, признав вину, шестилетний срок в Нижегородской колонии. Как это происходило с Выгодским, которого тоже осудили на 14 лет за шпионаж. Это всё граждане Украины. То, как вкладывается в процесс Клыха и Корпюка. Получается, что как раз нет хорошего сценария-то, понимаете? Многие кидают тот упрёк, что, может быть, надо было как-то особенным образом себя вести, договариваться, соглашаться на часть вины, выторговывать её негласно, не придавать процессу столь публичное внимание. Ну, вы знаете, практика показывает совершенно обратное. Совершенно обратное. Но угодить Путину нельзя ни в каком виде, кроме как вообще всё признавать, что совершал, что не совершал, каяться, просить о пощаде, а благоволит он или нет, найти возможность пощадить кого-то. Это вещь такая вероятностная. Может, да, может, нет. Ну, я так понимаю, что Надежда Савченко на это не готова. От неё тут тоже, как говорится, многое зависит от неё в первую очередь. Ну, хорошо, Марк, спасибо большое. Второе, у вас вопрос был к Марку? Нет, я, во-первых, хотел поблагодарить Марка, это Георгий Лагвинский. Мы достаточно часто... Георгий, привет, спасибо тоже тебе. Когда я ещё работал адвокатом, мы часто вместе сотрудничали, в том числе по политическим вопросам. Вот, я всё-таки показал бы более важное значение. Вот мы часто, в том числе и с Новиковым, и с Фегином, мы встречаемся в Страсбурге, в парламентской ассамблее Совета Европы. И Россия всегда торгуется за Савченко. То есть она всегда даёт предложения. Вот пусть отмените нам санкции, а мы вот к Савченко допустим кого-то. Или мы её отпустим. Я даже слышал, как один из высших дипломатов говорил по телефону о том, что он договорился, что австрийское посольство, государство отправит сейчас самолёт, её заберут, отвезут. Но Россия всё время проигрывает. Всегда, когда с одной стороны стоит Савченко, а с другой стороны стоят интересы нашей страны, мы всегда выигрываем благодаря той же самой Савченко. Поэтому мы все должны сказать за это огромное спасибо и адвоката, и мы самой Савченко. Она защищает всю страну. Она как заложник борется за нас с вами. И дай бог, чтобы мы общими усилиями, что с ней мы сможем победить даже такой талитарный режим, как Путина. У вас вопрос или комментарий? Комментарий Марку я только могу поблагодарить, как и Илью Новикова, и всех остальных адвокатов, которые помогают. Для меня вопрос Савченко. Вот коллеги, как только начался тема Савченко, я скажу, о, ваша тема, Батьковщинская. Не, ребят, это наша тема, наша всей Украины. Спасибо, Георгий, за то, что поднял вопрос, что Савченко объединяет и коалицию, и оппозицию. Для меня лично это вопрос, мой личный, потому что я начал заниматься вопросом Савченко еще летом 2014, когда вы не были командой Батьковщины, когда я был журналистом в Вашенопрост. И мы первые были в мире, которые начали разгонять тему Савченко для того, чтобы принять к ней большое такое внимание. Я был очень удивлен и посчитал таким знаком свыше, когда я на фракции Батьковщины, на съезде, слышал имя Савченко, что она стала первым номером. Для меня это была неожиданность. Мы с моим коллегой Иваном Крульком провели 12 часов в самолете, потому что правильно заметили, в Донецк, в Ростовске его перенесли не для того, чтобы была какая-то символичность. Мы 12 часов провели в самолете, подлетая к Ростову, там объявили нулевую видимость, и мы полетели обратно по рейсу в Стамбул. Мы, к сожалению, не смогли физически туда попасть, но у нас было очень желание большое поддержать Надю, привести те письма, которые ей написали все члены Батьковщины и те люди, с которыми мы общаемся. Передать ей слова поддержки и сказать, чтобы она, что мы знаем, что она будет бороться до конца, но, например, я написал, что в парламенте, сидя с такими людьми, как Мустафа Джемилев, как Шухевич, для нас важны живые символы. Нам нужны эти живые символы, а не память героев, которые есть. Поэтому, Надя, держись, мы за тебя боремся. Лично я и в своей встрече с Байденом просил, чтобы он упомянул имя Савченко в своей промове, и он сделал это в Верховной Раде. И в офисе Меркель, и в офисе Шторман. Мои коллеги, которыми мы занимаемся парламентской дипломатии, они знают наизу все мои тезисы. Я начинаю с Донецка, Савченко, Крым. Эта тема никогда не сходит с наших уст. И россиянам действительно очень сложно. Для них Савченко это токсическая вещь, от которой их просто типает, потому что они не могут ничего сделать, потому что она уже победила. Потому что вокруг нее весь мир, за нее правда, но, к сожалению, решает только один человек сейчас, который сидит в Кремле, выйдет она или нет. А дело Савченко это действительно показатель того, хочет ли Россия выполнять Минские соглашения. Поэтому, когда нам говорят, принимайте Конституцию, делайте выборы или еще что-то, подождите, мы это сделаем только когда Россия будет хотеть закончить войну на Украине. А вопрос Савченко, выпустить Савченко, это вот так вот для Путина. Но он это не делает, поэтому все эти Минские соглашения, Конституции, которые вы там кричите, нам нужно принимать и все остальное, ничего не поможет. Выпустите Савченко, выпускайте наших крымских героев, выпускайте наших других украинских пленников, и тогда мы посмотрим, что есть добрая воля хотя бы заканчивать эту войну. А так, когда ей торгуются, это не дело. Надя, держись, мы тебя обязательно вытащим. Спасибо. Давайте отпустим Марка. Марк, спасибо вам большое, что приняли участие в нашей программе, только вернувшись в Москву. Спасибо большое. Я напомню, на прямой связи с нами был Марк Фегин, возглавляющий команду адвокатов Надежды Савченко. Возвращаемся в студию. И возвращаемся к теме политического кризиса и судьбы правительства. Вот мы на сайте подробностей повесили вопрос, который сформулировали следующим образом. А кто будет через две недели премьер-министром Украины? Наталья Ереська, Владимир Гроссман, Арсений Яценюк. Найдут варяга. Вот под варягом имеется в виду там условный Лецк Барширович, про которого сегодня уже говорили. И сегодня, кстати, в «Украинской правде» появилась статья, где говорится, что один из депутатов от БПП, Игорь Грынев, якобы уже давно ведет переговоры в Варшаве с Лешиком Бальцировичем на предмет того, чтобы он приехал в Украину и возглавил украинское правительство. Как вы думаете, какой вариант победил? Яценюк. Почему? За две недели ничего не успеем сделать. Ничего не успеем? А делаете? А ведется политический процесс? А сколько надо времени? Смотрите, следующая неделя – выходные дни, которая тоже абсолютно не оправдана в стране с таким кризисом. Лидер фракции БПП в парламенте, Луценко, заявил, что будет добиваться созыва внеочередного заседания парламента 9 марта. Судя по той информации, которую мы имеем, переговоры идут в высоких кабинетах. Мы не говорим о подковерных договоренностях в администрации президента. Мы говорим о нормальном политическом процессе, о политических консультациях с привлечением всех сил парламента. Лидер БПП, а Луценко, 16 лютого, с трибуны Верховної Ради, разбив пух и прах Яценюка. Но это не заводило третине фракции БПП, которая за 10 минут до этого выставила негативную оценку уряду. Негативную, то есть нам писали двойку, вы знаете, не задовольны. Раптом измените свою думку. Потекать за залом? Потекать за залом с оппозиционным блоком, чтобы было публичным доказом співпрации Яценюка. Что-найменше, за Ахмедовым. И с другими олігархами, чьи депутати покинули, чьи не голосовали. И финансовые и промысловые группы. Тому все эти заявки. У меня только одно вопрос. В парламентской президентской республике решается вопрос, доля Яценюка, или еще что-то, на банковой. Это вопрос, на которое я не могу дать ответ. Не собираются лидеры фракции, не хочется выходить из парламентской кризи, позачерговую сессию собирать. И решить это вопрос, потому что последовательность действий очень простая. Первая и безумовная капитуляция Яценюка, то есть его выставка. Только после этого, возможно, какие-то подали действия выхода из этой кризи, а не методом перевиборов. Если депутаты не способны выполнять волю 90% населенного Украины, которые требуют этого, то значит, эти депутаты тоже должны пить в выставку. То есть их мать выставить. И тогда вот такая последовательность, только такая логика на сегодняшний день может спрацювать. Чи пьет Арсений Яценюк в выставку самостоятельно? В это мало кто верит. Бачите, как он тримается за кризисло и, по суту, тримает в заручниках уже не только парламент, а взагалі всю страну, тримающую в заручниках. У нас происходит договорняк, это так и называется, договорняк. Вы знаете, я сегодня получил ответ, вот ревно рік тому в этой студии выступал, памятаете, Микола Горденко, ревно рік тому, с своими звинуваченными на адресу уряду, 7,5 миллиардов крадлений через держпредприятие, так, я получил ответ, что, выявляется, Генеральная прокуратура не нашла склада злочину ни в диях премьер-міністра, ни в министре по всему заяву Горденко. И справа была закрыта криминально еще 13 серпня минулого року, тишком-нишком, про це взагалі нікому не повідомлялося, попри те, що навіть на нашому профільному антикорупційному комітеті заступник прокурора Столярчук казав, що відкрито 12 криминальних справ, що підтверджено мільярд викрадених коштей, що ми маємо на сьогоднішній день? Тобто, ми маємо, що вкрадені гроші підтверджені, що таке Держфінн-інспекція, ну, проводили лише бухгалтерськими документами, це ніякі невидумки, це бухгалтерські документи, це неспівпадіння вимити кошти з держпідприємств. Грошей немає, винних немає, там йдуть кримінальні справи по окремим державним підприємствам, але з міністрів, ще не довівши вину цих держпідприємств, з міністрів, які мають прямий вплив на ці державні підприємства, вже зняті з винувачення за відсутністю цього складу злочину. Це іншими словами, ніж договорняки не називається. Вчора Артем Ситник, керівник Національного антикорупційного бюро, заявляє про те, що Генеральна прокуратура не передає справи по Мартиненку, по Борщину, не передають всі резонансні справи їм на розслідування, хоча з 1 березня самі слідчі Генпрокуратури, згідно цьому недолугій ситуації з Державним бюро розслідуванням, взагалі втратили можливості ефективно проводити зараз будь-які слідчі дії, брати постанови в суді і всьому решта. Так от зараз відбувається такий самий договорняк і питання ключове. Якщо поміняється прізвище там, Яценюка на Єреську, я пропрошую, а це не Єреська автор злочинного і антидержавного бюджету. Це ж вона подає, як міністр фінансів його, так? Це кого на що ми збираємося змінювати? От я тут підтримую позицію, яка була оголошена з колегами самопомощі, де збиратися переформатування коаліції, відставка прем'єр-міністра, нове законодавство про вибори і вибір технократичного уряду з рівновіддаленими, політично рівновіддаленими представниками і міністрами. В іншому випадку, якщо депутати не спроможні виконати на сьогоднішній день головний запит людей, то тоді перевибори, тоді нам не має що робити парламент, тоді ми не можемо цього виконати. Секунду, що, господа, нам не потрібно. А можна, можна, швидко, по технічним причинам, секундочку, господа, все подняті руки віжу, просто по технічним причинам, треба сначала, все-таки, прежде чем продовжити дискуссию, показати мнення, висказанне голосованням наших зрителів. Дякую за перегляд. нову коалицію і зробити дійсно якийсь перерыв. Якщо ми цього не зробимо, то нас ждуть тільки підтримку парламентських виборів. Але проблема не в цьому, проблема абсолютно в іншому. На сьогоднішній день кандидатура прем'єр-миністра, який є, і ми помню приїзд Байдена, він чітко сказав, в цій країні має бути баланс, баланс політичних сил. Нельзя додавати власть в одні руки, і це дійсно буде ключовим моментом. Якщо на сьогоднішній день буде вести переговори про Госьмана, я розумію, що є в нього більше доверію, ніж інших політиків. Але, кажуть, під нього легче собрати голоса в парламенті. Тобто і дело, да. Буде питання стоять у спікерсі. Тобто, ми його отдаємо Народному фронту, але прем'єр-миністра. А говорит, на місце спікера, в цьому в цьому світі претендує Ляшко, і торгується за це. Ляшко відказався вже. Ляшко відказався від спікера? Значить того не може. Вона це нова. А чого потребував завдання? Гройко сказав щоро. Якщо Ляшко входит, будь-яка, підждяки. Вище скажіть, що йому за Україну бул-ют. Я ж не член партии Ляшка. Я хочу просказати, що прем'єр-миністра... Я хочу просто еще рассказать. Прерогатива внесения кандидатуры в премьер-министр Родного фронта. По результатам выборов 2014 года они заняли первое место, и правила, извините, первой ночи находятся у них. Поэтому Мяш на стороне. Послушайте, на сегодняшний день мы пытаемся найти этот компромиссный вариант. Я еще раз повторяю, мы полностью должны использовать в любой момент найти компромиссное решение в этой кандидатуре. Борислава, подождите, я сейчас сцеплюсь в одно слово. Мы пытаемся. Вы участник переговоров? Я не участник переговоров, мы участники все, потому что мы, когда приходим на фракцию, и президент с нами. Можно я как же? Я не могу, вы следующий обязательно. Вы сказали про два сутка депутата. Я хочу допытать, Борислава, где проходят переговоры? Кто в них участвует? Вы знаете прекрасно, что и до голосования премьер-министра. И почему самопомощь, например, ничего не знает об этих переговорах? Я помочь не участвует в этих переговорах. Я хочу понять, почему. И до голосования по вопросу премьер-министра была проведена фракция. Мы сдали в администрации президента, потому что были все залы заняты. Второй вопрос. А где залы были заняты? В Верховной Раде. В Киеве столько залов. У меня кабинет всегда свободен. И на следующий день, хорошо, мы соберемся в вашем кабинете. 149 депутатов. И второй раз, когда мы проголосовали и не набрали голосов, было так же самое задание фракции. Где был поставлен вопрос, жесткая была дискуссия, вы знаете. И высказывание было одних депутатов, и были депутаты... Борислав, уходите, уходите, уходите от ответа. Переговоры. Кто в первом списке кандидатов на премьерство? Кто ведет переговоры? У нас в следующий день есть ряд кандидатур, которые сегодня... Называйте эти кандидатуры. Ряд кандидатур это никто. Я могу назвать, повторить то, что говорят СМИ. Это и Ереско, это и Гройсман, это сегодня и есть Бальцирович. Появился недавно... А он уже согласился? Вы знаете, вы слышали Гренева заявление о том, что он к ним летал. Он не подтвердил, но не опровергнул. Это опять же такая позиция. Вы называете самой проходной кандидатурой кого и почему? Я говорю про Гройсмана. Это действительно самая проходная в парламенте кандидатурой. Вот позвольте... Но вы же только 3 минуты назад сказали, что вы его не можете подать. Боже, Народный фронт подать. Я говорю свое личное мнение. Народный фронт может подать Гройсмана, Георгий? Он нефакционный. Если вас очень сильно попросят о этих тайных переговорах. Слушай, вообще без проблем. Вот не важно кто, не важно фамилия. Нам важно что? Перестаньте верить сказочникам. Существует какая-то программа. Вот человек написал программу. Я сделаю таким путем. Путь действия развития страны. Эту программу подал премьер. Эту программу поддержала фракция. Если кто-то другой скажет, я сделаю подобную программу лучше. Будь то Ересько, Бальцерович, Гройсман. Пожалуйста, мы за него даже проголосуем. За попереднюю программу. Еще раз. Если мы говорим, что эта программа не будет поддержана парламентом и народом, безусловно, голосовать не будем. Можно, можно, можно. Да, благодарю вам. Которационное соглашение, предложенное Народным фронтом осенью 2014 года, был на трех страничках. Он означал, программа Народного фронта – это Арсений Яценюк. Да, поэтому я предлагаю, посмотрев на результаты голосования, мысленно проститься с Арсением Яценюком. Ну, значит. Через две недели, через месяц этого премьера не будет. Нам нужно сделать вывод, почему Арсений Яценюк, безусловно, один из самых сильных, безусловно, один из самых способных украинских политиков. Почему он уходит под аплодисменты 90% украинского народа. И я хочу вернуться все-таки к вопросу о том, почему в стране политический кризис, какие есть альтернативные программы, есть ли они. И я, если честно, за предыдущие полтора часа от присутствующих депутатов не услышал, какие есть альтернативы. Они есть, на ваш взгляд, Владимир? Да, на мой взгляд, они есть, безусловно. А именно? Ну, на самом деле, нужно приступать к глубоким и радикальным реформам. Надо возобновлять... Дорогие друзья, что здесь не хватает в этом зале в парламенте? Я полностью с вами согласен по поводу системы. Это система, которая должна быть уничтожена. Нам нужно будет по новой проводить реформу правоохранительных органов, прокуратуры, которая уже провалилась. Нам нужно проводить судебную реформу. И нам нужно, наконец, освобождать экономику. Нам нужно, наконец, освобождать экономику от договорников, от распила между двумя... Какая политическая сила, Владимир, может стать матором таких преобразований? Давайте посмотрим. Не хватает главного. Не хватает совести и ответственности. Вот поверьте, спросите людей, верят ли они политикам? Верят ли тот человек, который сейчас выйдет и скажет, я взял на себя ответственность перед временно перемещенными лицами. Я взял ответственность за Минобороны. Вот пускай придет лицо, мы ему поверим, я лично проголосую. И вся моя фракция проголосует. Это вообще позор этого правительства. И, друзья, можно я вам скажу, я вам даю гарантию, что сейчас сказали люди около телевизора. Хотите? На вашу фразу, что Народный фронт имеет право первой ночи, вот точно люди около телевизора сказали, что они уже право первой ночи использовали в отношении 44 миллионов украинского населения. На фразу о том, кто будет премьер-министром, 90% наших зрителей сказали, опять какая-нибудь, а потом пи-пи-пи, потому что доверия к власти нет вообще, и 63% тени, потому что люди не понимают, какого, извините, хрена им платить налоги, если эти налоги тырят каждый день из бюджета. А теперь следующее, что говорят люди сегодня около телевизора. Если эти му и потом опять пи-пи-пи за 2-3 месяца ничего не сделают в стране, то Майданы все вам покажутся детским садом. И этого тоже никто не понимает. Вы заигрались, дорогие мои друзья. И выхода неинституционального из этого нет. А теперь я вам скажу еще. У страны, присуществующей системе управления, компетенций и беспредела, ресурса прочности 6 месяцев. Если мы за 6 месяцев... Как вы посчитали, Инна Германовна? Есть законы управления, есть законы государства. Когда вы посмотрите на уровень доверия раз, когда вы посмотрите на то, что ни один институт государственной власти сегодня не работает. Ни один институт президента работает? Нет. Экономика работает? Нет. Правоохранительная система работает? Нет. Единственный инструмент, который остался сегодня работающим, и за счет которого государство держится, это гражданское общество, которое точно так же ответило на невозможности, неумение в экономической сфере навести порядок, тем, что оно перешло в теневую экономику, которое единственное сегодня является хоть каким-то стабилизатором в экономическом пространстве. Вы вдумайтесь, до чего мы дошли. Поэтому, какие сказки вы друг другу не рассказывали, мои дорогие? Поверьте мне, во-первых, такого низкого интеллектуального уровня, как мы сейчас видим в парламенте, за 25 лет украинской независимости не было. Вы боитесь на себя взять ответственность? В парламенте не высказано мнение о том, что мы делаем с вопросами войны и мира. В парламенте не высказано мнение, что мы делаем с дефицитом бюджета. Вы боитесь на себя брать ответственность. Вы нам рассказываете сказки об успешности Яценюка и о том, что если Яценюк сегодня уйдет в отставку, страна рухнет. Слушайте, она рухнула при нем. Как она рухнет еще дальше? Поэтому выход один. Мы до лета в учредительный способ должны принять новую конституцию, в которой четко будет прописана ответственность. Как ее принять? В учредительный способ. В парламенте... Да, конечно. Все страны выходили из посттоталитарных кризисов, потому что на самом деле, что у нас происходит? Мы были... Подождите, не перебивайте, пожалуйста. Украина была частью империи. Мы вышли из нее, и имперские все механизмы не преодолены. А мы не империя. Это не работает. Это все равно, что... Вот сейчас, Женя, одно слово. Как принять конституцию? Очень просто. Одну статью принять в конституцию? Вы хотите, чтобы всю конституцию принять? Ну, смотрите, насколько вы безграмотны. Любой студент юридического вуза знает, что такое принятие конституции в учредительный способ. Это принятие конституции на основании статьи 5 Конституции Украины, где четко указано, украинский народ реализует свою власть непосредственно, либо через органы власти. Это позволяет в учредительный способ, через всеукраинский референдум и создание специального органа, который напишет конституцию для утверждения на референдум, выйти из этого коллапса. Вы не можете ни изменить конституцию, ни принять новую. Это не компетенция парламента принять новую конституцию. В рамках этой конституции выйти из этого кризиса невозможно. В рамках этой конституции. Это насколько политической воли надо иметь, чтобы по учредительной формуле принимать новую конституцию. Сегодня была первая попытка... ...как еще международный валютный фронт. Естественно, отреагирует. Фу, как стыдно. Инна Геннадьевна, ну это общие фразы ваши. Давайте кроме этого слова. Я прошу прощения. Не водите, не водите. В парламенте заходить в партии регионов. Вот это должно было стыдно быть. Слушайте, да ну вы безграмотный человек абсолютно. Почитайте действующую хотя бы украинскую конституцию. Коллеги, я хочу вас рассудить. У нас нет закона о референдуме, поэтому вот то, что вы правильно говорите. У нас есть закон о референдуме. Он находится в конституционном суде. Самое время спросить, а кто из депутатов вообще читал конституцию? Дорогие мои друзья, я скажу. Я могу сказать про то, что уже подан закон Инна Германова. Уже подан закон. Я только что об этом говорила. Конституционный конвент. Я знаю, что под конституционный установочный сбор. Вы уже четыре раза говорите, один ваш мэш, всегда заканчивается. Конституция новая. Все уже услышали, что вы выполнили ту задачу, с которой вы пришли. Вы говорите, что вы не политик. Но у вас родственники в политике, которые замечательно себя чувствуют в правительской партии. Глупости вы говорите. Вот не глупости я не буду. Те, кто знают, все прекрасно знают. Поэтому не говорите, что вы не политик. Глупости, да. Сделаем сенсацию сегодня в эфире. Мы год не живем с мужем. У меня нет родственников в политике. Я рад, что мы повысили рейтинги. А мы что-то вообще... Я прошу прощения. Давайте закроем рубрику таблоидные новости в нашей программе и вернемся к сути вопроса. Я еще раз хочу повторить. Я имею право сейчас об этом говорить. Потому что если бы услышали ту оценку, которая была сделана 30 ноября, на второй день после избиения студентов, если бы хватило ума у политиков тогда сделать те шаги, которые были прямо прописаны, мы бы не имели таких жертв. Я вам сейчас говорю, если за полгода мы не проведем, не примем новые правила, новую систему власти, и на основании этого не проведем переформатирование власти, одновременно и парламентом, и президентом... Но вы правила у вас строгого режима, как это было при вашей власти. Будет беда. Будет беда. И тогда вы будете бежать быстрее, чем бежать в свою очередь. Спасибо, мы поняли. И мы вернули. Друзья тоже хотят. Да, пожалуйста. Кирилл. Буквально несколько минут. Ну, начиная с Надежды Савченко. Никакое государство не стоит жизни одного человека. Ради этого существует государство. И нужно сделать все возможное. Не понял. Ни одно государство не стоит жизни человека. Самая высокая ценность... Это для нее. Для государства, людей, которые живут в этом государстве, должна быть самой большой ценностью жизнь человека. Для Надежды может быть ценность этого государства. Но государство должно жить ради человека. И должно сделать все, чтобы ее спасти. Есть у меня сомнения, что ее ждут в этом государстве. Огромные сомнения. К сожалению. А почему? Что вы имеете ввиду? Потому что... Скажите конкретно, где устойчиво они ждут. Имея такого протестного лидера, очень опасно в этом государстве. Если вернется Надежда Савченко. Вы можете разделить, не разделить. Бред не бред, дайте мне договорить, будьте добры. Я не являюсь членом блока Петра Порошенко, я знаю, что президент делал заявление. Я знаю, как наша дипломатия работает. Все депутаты фотографируются, что вы проводите Савченко, поддерживая наших европейских коллег. Как можно говорить такие вещи, что Савченко здесь не ждут? Вы до сих пор не можете принять документы основополагающие, для того, чтобы решать эти вопросы. Где римский статут, который вы должны принять в ГАГе? Где все остальные документы, которые вы должны принять? Но даже не об этом говорим. Вы знаете, мы говорим о дещах высокого полета. А давайте о конкретных вещах. Купите книгу, начните считать законы. Я знаю принятие издательства Римского статута, но при чем здесь Савченко? Продолжим. Давайте о земных делах и материях. Мы говорим о вещах высокого полета, о коалициях, о избрании премьера. Но от у меня... Избрание премьеры это по-моему очень практическая вещь. А посмотрите, мы говорим о борьбе с коррупцией. Отвлеченная тема. Но тема борьбы с коррупцией как-то ушла на второй план. Сегодня вышла на первый план бытовая преступность. Посмотрите, страну захлестнул уровень преступности. Постоянно угоняют автомобили. Огромное количество. Происходит убийство, происходят грабежи. На сегодняшний день, мне кажется, это самая большая проблема. И дальше, дальше эта проблема будет развиваться по возрастающей. На сегодняшний день не сделано ни одной реформы. Гордиться реформой полиции... Ну вот новая правительство, новая именитие внутренних дел. Это не реформа. Это скорее убийство системы милиции. Но отнюдь не реформа. Новая, ничего не создано. И сегодня создается колоссальная, колоссальная опасность действительно в этом обществе. На сегодняшний день это государство свои функции не выполняет. Одна основная функция этого государства это забота о своих гражданах. Все остальное, кто премьер, кто коалиция. Я говорю о том, что на сегодняшний день, уважаемые господа депутаты, я хочу сказать, что вы немножко заигрались внутри себя. Выйдите. Вы из областей многие. Я из Киева. И вы прекрасно знаете, что все области на сегодняшний день живут по своей программе. Отнюдь не от центра. Совершенно отдельно. И все, что вы говорите в своем маленьком мерке, варитесь. Оно не имеет никакого отношения к реальной жизни. Сегодня улицы захлестнула преступность, а экономику страны захлестнула. Вы это видите? А допустим, я в Житомире этого не вижу. Вы тоже не хотите этого сказать. Что я даже не хочу говорить? Потому что, скажите, вы из Житомира, так скажите, как живут Житомиры. Я об этом заявляю. Скажите, что Житомирский совет выразил недоверие этому правительству. Что Житомир живет по своим уже принципам. Давно выразили недоверие правительству еще на областной сессии. Последнее. Я хочу сказать последнее. И вот еще складывается одна маленькая ситуация. Существует вот предел возможностей, вот граждан в экономике. Те цены, которые сегодня существуют на тарифы, уже извините, пожалуйста, я забираю вашу бьютовскую тему. Вот есть точка, после которой, сколько не повышай тарифы, будет повышаться несобираемость. Люди не в состоянии это платить. Это такая дыра в экономике. Кого не назначьте премьером. Хоть Бальцировича, хоть верните, пожалуйста, Кейнса и, я не знаю, Вудра Вильсона или Рузвельта. Это на сегодняшний день колоссальные проблемы, которые нужно решать. Может быть, осталось пару недель, может быть, осталось пару месяцев для того, чтобы эта страна нашла консенсус. Спасибо. Одну секундочку. Михаил Евгеньевич. Дайте мне минуту, секундочку, дайте мне минуту. По поводу коррупции, по поводу того, о чём Дмитрий Брадомов начал говорить. Я всё-таки хотел бы всех здесь присутствующих вернуть, вызвать у всех в памяти те обстоятельства, при которых разразился политический кризис, правительственный кризис в стране. Заява Абрамовича. Точка отсчёта. Отставка Абрамовича, простите, Абрамовича, извините, разница небольшая есть, отставка Айвериса Абрамовича, который не просто подал в отставку, а громко выразил протест против того, что посторонние люди, грубо говоря, в частности, он назвал фамилию заместителя руководителя фракции БПП в парламенте, вмешиваются в его работу, пытаются назначить разного рода смотрящих. Все эти обвинения должен был рассмотреть Национальный антикоррупционный комитет. Вот кто-нибудь из здесь присутствующих знает, это расследование ведётся, что-нибудь установлено? Ведётся. Ведётся. Секундочку, вот я вам один пример приведу. Я вам один пример приведу. На этой неделе фонд госимущества объявил о том, 1 марта, что ФГИ планирует выставить на продажу 20 крупных, 50 средних и около 380 малых предприятий. И в тот же день мы узнали, что заместителем главы этого фонда, по удивительному стечению обстоятельств, стал бывший помощник Игоря Каноненко, Владимир Державин, который работал там на общественных началах. Вот это как? Безскарность. Безскарность. Жодна справа. Можно? 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 Это случайное совпадение? Дверьте, випадковости в политике не бывает. И в данном случае готуется великая приватизация. Мы все про это знаем. И это, до речи, один из мотивов, почему так двумя руками чипляется Яценюк и его команда за... Они очень долго готували грунт для цієї приватизации, чтобы, наконец-то, сейчас, в этих важких умовах и всему, так, власне, якісно для себя, так, корупційно, и провести. Поэтому там сейчас идет борьба кланей. Мы же все понимаем, так? Клан, который имеет отношение к президенту, и клан, который имеет отношение к премьер-министру. И это мотивация их сейчас переговоров, на самом деле. А не мотивация того, чтобы поставить премьера, который бы сейчас проводил бы те реформы, которые потребуют люди. Это главная отличность того, что сейчас происходит. Что до расследования, которые проводятся. НАБУ действительно сейчас это расследование проводится. Действительно, вызываются на допиты, и Кононенко с третьей и четвертой спробой таки пройшел на тот допит. Безусловно, что там есть тайница следствия, но когда мы на один из наших, десь месяц тому, заседания вызывали, запрошовали. Потом мы через полгода узнаем, вот как случается с Гордієнкой, что... А вот тут нужно... Дима закрыта. Дима, я вам расскажу еще один маленький просто приказ, очень свежий, чтобы вы понимали. Резонансная справа Диамантовых прокуроров, так? Чтобы вы понимали, сегодня передана в Голосильский суд, где заступником суда, керевника суду, есть кума главного подозренного Корнеця. Вот так, чтобы... Это дать такой апогей просто, так? Для того, чтобы вот кинцево уже сняти это вопрос. Другой, а справа, до речи... Знаете, анекдот про пессимиста и оптимиста, да? Да, а справа суммежно... Когда оптимист говорит, вот так плохо, как сейчас, никогда не было. Нет, но что до НАБУ? Что до НАБУ? А оптимист говорит, что еще будет. НАБУ все-таки было створено, я нагадаю, воно было створено в публичной площади, так? И вот как раз увага громадскости, вас, журналистов, так? Нашего не только профильного комитета, Бо справа Диамантовых прокуроров, так на мою думку, И одна из ключевых лакмусей, взагалі, И станет рубиконной, взагалі, для всей влады. Вот, надо четко это понимать. А что говорит, что говорит в педсудной, Наверное, сюда, это было все, я чути, Когда выбрали меру запобежного захода. Он говорит, меня все равно звезды витягнуть, говорит, Потому что если я разговариваю, Так, поэтому у него есть два варианта только, так? Або с ним что-то станет, так? Або его выпустят. А мы должны идти по закону, И должен быть третий вариант, Потому что вся страна это видела, так? Третий вариант, они должны сезти. И это будет точкой отказа, Садут, Дмитро, переживай, садут. Нет, это единственное. Если мы ничего не будем делать, То никто их не посадит, А так они действительно мают счастье. Вы сделаете, прямо спеваем следить. Секундочку. А я бы имал великую сумку. Секундочку, секундочку. Все страна, Евгений, Евгений, Евгений. Я прошу. Нет, но чтобы вы просто знали, Справа, например, шоу его сестры, Яка получила, извините за такой сленг, ВИДЖАТИ предприемство в предприемца, Так, который ходит сюда и рассказывает, Как в него корнеец, Просто забрав предприемство. Забрав. Ця справа ГПУ уже закрыта, За особистым распоряжением Шокина. И одним звольнением, Такие люди, как Шокин, Не мают его отработать. Так же, как и Яценюк. Яценюк, я уже пораджу написать явку Расповинную в Генпрокуратуру. Пока не пиздно. Может ему помягчить вырок до позитива, А не расстрел. Пожалуйста, Евгений. Спасибо большое. На самом деле, вот... Не надо меня благодарить. Если можно, я вернусь к началу, да? К нашему голосованию. Да, пожалуйста. Вот у нас в стране политические сериалы, да? Это создание коалиции, Ее крепость, Премьер должен уйти, Кто следующий премьер, И изменение Конституции. Извечный вопрос. А еще борьба с коррупцией. Скажите мне, пожалуйста, Вот какая разница, Кто будет премьером? Мы это долго обсуждали, Потратили кучу времени, Не обсудили тарифы, я согласен. Вот это самый главный вопрос, Который сейчас людей поставят на грань выживания. Не обсудили массу других важных вопросов. Но этот сериал нас всех вовлекает. А какая разница в персоналии, Если курс страны при этом не изменится? Это вегарный марксизм, Утверждать, что личность в истории не играет никакой роли. Я хочу сказать одну вещь, Ту, которую мы все обсуждали. У нас бюджет принят под диктовку МВФ. У нас абсолютно все политические решения принимаются, Только при приезде сюда Каких-нибудь ответственных политиков из Соединенных Штатов. Ситуация не в этом. Дело в том, что парламент действительно не отражает волю народа. Коррупция, это такое хорошее слово, Но я его проще объясню. Это воровство власти. Воровать могут только в ветве исполнительной власти. То бишь по линии администрации президента или министерства. Поэтому существует только один вариант. Вот это напоминает мне наша коалиция. Это как квартет у Крылова, только там пять членов. На сегодня вызовы у страны совершенно другие. Ситуация изменилась. Майдан был, потому что люди хотели жить лучше. Спустя два года вы можете понимать, вы стали жить лучше или хуже. Если стали хуже, то понятно, что векторы, которые были выбраны, Задекларированы, они на самом деле не соответствуют современным вызовам. И означает, что нужно полностью пересматривать. Я забыл, как вы вместе сдавали и Крым, и Крым, и Крым. Я забыл тебя перебить, когда ты говорил. Как мы стояли там на референу. Уважаемые друзья, Крым сдавали, когда исполнял обязанности Турчинов. Я ценю, что был премьером, и не надо продолжать. А вы сдавали, у меня документы. Кто подписывался, как партия регионов, заранее провела полностью все исследования. Я тебе покажу, у меня показания. Я веду эти уголовные дела. Заранее приехали, описали все оружие всех солдат. И уже когда русские солдаты залетали, у них был план. Они уже знали, сколько предателей, а сколько к ним передадут. И сколько их вербовали до этого. И все это дело с вашими руками. Это сказочник из народного фронта. Кто вас главный фронт? Кто вас главный фронт? Уважаемые друзья, с 6 до 27 февраля. Я сейчас выпал в просьбу моих фолловеров. Уважаемые друзья, смотрите, что пытаются... Гарик, ну давай не будем. Что пытаются закричать на самом деле? Надо честно просто признаваться. Мы два года идем... Ты обманешься, ты не правильно говоришь? Нет. Мы два года идем совершенно не в ту сторону. Два года у нас сумасшедшие потери бюджета, которые связаны с потерями рынка. С провалами экономистской лекарности. Потому что шлях был проголошен правильно. И идеи Майдана были правильные. Пытания их реализации, чему их оправдывали. Да вы оправдываете бесконечно. Люди живут позже. Это первая очередь те люди, которые обманули людей. Но тут проблема поляга в корне. И я хочу заперечить пану Инну про то, что мы зруйнували Радянский Союз, УСРСР. Мы его, на жаль, не зруйнували. Мы еще дальше продовольствуем жить в этом УСРСР, который еще был за Радянского Союза. И за 23 года не можем распродать то, что было при Советском Союзе построено. При неправильной системе. Миша, ты меня перебил, я закончил. Друзья, два года меняются правила. Два года надо оперативно. Я не с тобой разговариваю. Друзья, давай. Оперативно реагировали на все люди. Михаил, вы правда перебили. Можно я закончу? Мы продолжим в любом случае программу в следующем части. Ты меня перебил, я не закончил. Ты потом расскажешь. Ну не ругайтесь. Друзья, каждый год. Я расскажу про право диамантовых прокуроров, да? Потому что я участвую. Вот смотрите, куда уводит постоянная ситуация. Можно сезжать? Я расскажу. Секунду. Порядок в студии, я прошу. Евгений. Давайте будем тут рассказывать. Друзья, зачем нужна правительство? Правительство должно реагировать на любое изменение в ситуации. Да, политической, экономической. Должны приниматься какие-то оперативные решения, которые позволят страну спасти. Принять какое-то вовремя законодательство. Да, помочь бизнесу. В общем, это должен быть тот орган, который на самом деле управляет всеми процессами. Этот орган, как управляет, мы понимаем, да, поэкономическим. Я не буду повторять. Вы все знаете инфляцию, и девальвацию, и все остальное. Поэтому я хочу сказать одну вещь. Если правительство не справляетесь, почему не отстанет. Которые были актуальны. Два года назад я голосовал за отставку. Нет, а ваша фракция вышла в залу. Послушайте, пожалуйста. Ваша фракция говорит, что это поганый уряд вышла в залу. Вы можете не переводить. Вот вы все отвлекаете от главной... Я понимаю ваши задачи. Вам важно сохранить это правительство и финансовую помощь. Секундочку. Чему вы наносите? Вы не голосовали за отставку. Объясните людям, почему вы не голосовали за отставку. Нет, почему позитивно... Вот это правительство и коалиция. Господа, извините, пожалуйста. Живем лучше. Я вынужден объявить рекламную паузу. Потому что в студии полный бардак. Продолжим в следующем части. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, гости дорогие, переходим к заключительной части нашей программы. Вот все-таки я хотел бы, чтобы закончил последний выступающий, которому все время не давали договориться. У нас их было одновременно несколько. Вы знаете, пока была пауза, меня уже очередной раз все ввели к сепаратизму. Только говорить, что правительство непрофессионально изогнало страну в тупик. Только говорить, что нужно поменять вектор. Развитие Украины необходимо... Это такая сепаратизм. Необходимо возвращать рынки, пересматривать... Вот смотрите, что происходит. Дима, я тебя не перебивал и не перебивал никого в студии. Ребят, меняются вызовы, меняются подходы. Тот курс, который выбрало это правительство, и, к сожалению, это внешнее управление, которое его сковывает по рукам и ногам, и тот фарватер, в котором мы идем благодаря Международному валютному фонду, не дает стране дышать. Нам нужна только фраза «Путин наш премьер-министр». Подождите секундочку. Что это такое? Я задал конкретно, что нужно делать, Евгений. Вот я о чем и говорю. Как только начинаешь говорить, что нужно менять подходы, сразу тебя обвиняют в чем-то. Дорогие друзья, люблю Украину, это моя родина, никуда отсюда не уеду. Я считаю следующую вещь, первое. Спасибо вам за это. Меня в Россию, кстати, не пускают, чтобы было понятно. Я до 2020 года туда не въездной. Поэтому, я считаю, что необходимо... Инна Германовна правильно говорила, нужно менять конституцию. Но вопрос, что надо делать? Нужно отдавать полномочия в регионы. Вся причина коррупции в чрезмерной централизации власти. И вот эта децентрализация, которую сейчас рассказывают, что там регионы стали богаче, это миф. Во-первых, регионы потеряли колоссальное количество денег, потому что помимо доходов им отдали еще и расходы. Те, которые раньше выполняло, брало на себя государство и давало субвенции на места. Но не буду углубляться, объясняю. Нам не нужен особый статус Донбасса. Нам нужен особый статус каждому региону. Абсолютно каждому. Потому что эта вороватая власть все равно отсюда все украдет. Делать правительству, что делать. Я считаю, что смена лица в этом правительстве, вот еще раз говорю, в тех рамках, которые диктуют Штаты, Европа, МВФ, ничего не даст. И это правительство взяло на себя кучу обязательств и будет выполнять в ущерб нашему народу. В том числе и повышая тарифы, в том числе и снижая все социальные выплаты. Нам нужны однозначно перевыборы. Людей надо приводить других. Их правая идеология должна кануть в лету. Мы должны заниматься, во-первых, всеми социальными обязательствами перед обществом и развитием своей страны. Нам не нужно интегрироваться в Россию, в Европейский союз. Мы должны быть внеблоковым государством, которое живет исключительно своими интересами. Я голосовал за отставку Яценюка по одной простой причине. Я просто считаю, что большего врага и коррупционера в стране нет. Я дал ту оценку, которую мне давали права моих избирателей. Я хочу сказать, по-перше, дякую за слово, что почули позицию. Зрозуміло, все, чьи интересы вы отстоите. Но я хочу сказать наступное. То, что мы увидели голосование и эти варианты, знаете, что для людей, во-первых, это как перестановка доданки в Сума не меняется, або шило на мило. Зрозуміло, что никто из этих кандидатур реально реформ и прогресса в Украине ниже не сделает. Первое, на кого он будет опираться, на какой парламент, на какую коалицию. Эта разбита ваза уже не будет действовать. Хочете, вы будете склеивать, а не склеивать, а ничего все равно из этого не получится. Зрозуміло, что этот парламент уже себя вычерпал. Все. И работа в этом парламенте уже не будет. И консенсус там тоже они не найдут. И, одежде чем коалицию в 302 депутаты, они могли на тиждень часу закриться в парламенте, проголосовать все необходимые законы и реформи для нашей страны. В том числе, которые необходимы для развития. Если мы говорили о децентрализации, то так. Потому что на Майдане сказали, что будет ликвидация адміністрации, и передадут повноважение местным городам. А мы увидели, наоборот, в проекте Конституции, изменения, когда в войне начали переписывать, наоборот, жесткую централизацию. Потому что это был черговый обман. Что нужно сегодня в стране? Действительно, вы говорили много про то, что нам нужен шлях, бачение и так далее. Но давайте говорить правду. То, что нам сейчас намагаются впихнуть идею, как бы уряд профессионалов, технократов, как они там должны быть, это мы уже 25 лет их едем. И не можем наедить. У нас постоянно профессионалы, постоянно технократи. Так у меня есть одно вопрос. А почему эти технократи не идут на выборы, не получают доверие в людей, не получают право, мандат, чтобы защищать эту страну и проводить свои реформи? У нас виходит, что так, что на выборы идут партии, потом они нам вмивают руки, скажут, мы не причетны до того уряда, мы не хотим за него нести ответственность, этот уряд хай будет там технократов. Михаил, извините, вы сейчас выступаете, как капитан очевидности. Все, что мы имеем, мы давно знаем. Все наши беды, мы знаем, что вы предлагаете. Все партии, которые идут на выборы своими программами, они должны брать на себя ответственность и не уникать. Если мы были в уряде, мы имели два министерства, значит, за них мы ответили. Я хочу сказать, что сегодня нужно в стране, это не сжимать экономику, что делают Яценюк и Ярецко, это не заводить ее в тень, а нафаке нужно развивать, развивать экономику, это давать доступные кредиты, это требуется сегодня реальная реформа в экономическом секторе в виде ликвидации монополий, это требуется сегодня повернуть вкраденых олигархов, которые стали государственными монополиями, забрали и сегодня рекомендует. Вы состояние экономики знаете, когда о кредитах говорите? С чего кредиты давать? Вы знаете, что сегодня мы сплачиваем 100 миллиардов за кредиты только на обслуговывание тела кредита. Тех 100 миллиардов, если бы мы договорились с Заходом, они могли бы пойти на ремонт дурек, они могли бы пойти на подвищение социальных стандартов населенения. Это можно делать и для уряда. Это самое, где вывести экономику из тени, дало бы додатково в Украине 200-300 миллиардов для бюджета. Мы запропонировали только законы, они есть, их нужно только ухвалить, но для этого нужна політичная воля. Но сегодня эта влада, это не имеет задания. Они ставят задание только брать новые кредиты и продать все, что не вкрадено. Потому что 345 заводов, которые они выставили на продаж, за ценой 17 миллиардов, это, перепрошу, это меньше, чем Каламольский в 2009 году купил Одесский припортовый завод за 625 миллиардов долларов. По курсу. Так вот, я хочу сказать, вот если бы они запропонировали проекты бюджета продать 345 державных предприятий, стратегических предприятий, они реально, эти державные предприятия, они реально, они не вкрадут до бюджета. Это курка, которая несет золотые яйца. Я думаю, а вы не хотите сегодня за что-то это продать? Я не знаю, если он про это говорит, все продать, все, что осталось за ценными, и в том числе и украинскую землю. Треба реформи проводить, треба виробництво створить, робочие места, кредитовательные бюджетные, а не продать все. И дурный продать все. Можно одно вопрос? Про политическую ответственность, про которую вы говорите. Так. Чи вы считаете справедливым, что экс-генпрокурор Махницкий, экс-министр, аграрный министр, они еще с бюджетами, что это справедливо, или нет? Отже, на рахунок швайки Мохника, в критиках шла в адрес свободы, який там звинувачили, привела до великого пшику. Адже, ни до Швайки, ни до Мохника, жодного звинувачення не представили. Ми затем, свої показники, вони прозвитували. В тому числі, я зараз хочу сказать, ну, почекайте, почекайте, что вы мабрешите, якби хоча б щось, знайшли на свободівця, ця влада, яка переслідує свободівця, ця влада, яка відкресе, не наезд правил, то поверьте, вони давно уже сиділи. За на свободиців є арештовані. Тепер на рахунок, ну, чесно, якби були щось на Швайку, чи на Мохника, давно ви посадили. Але це ранний, боївся за шифрами. Тепер шо до Мохницького. Ну, чоловік спитав за Мохницького. Святий, святий, все, святий. Тепер в політиці немає святих. Але є, давайте порівнянних святий, швальців, якого Бог засохне. Так посадіть його, якщо він винуватиме перші за це. Так там ви ж там такого накрютили, що що вони не посадили. Так, так, так. Слухайте, розумієте, ви думали, що ефективні справи ви вмієте. А от пусті звинувачення, свобода, знаєте, в цьому анікдоті, в чому вина, невістка, в чому так само і до свободи. Та перепрошують, бо він був в чомусь звинуватим, і давно б його вже арештували. Можна, це поперше. Можна, можна, тку тезу? Можна, просто мені кажуть. Ну, вже, давайте, давайте эту тему закривати, воно вже це слушати не можна. Що, Замахницького поїху розказати? Мені, ні, 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 ні. Міхаїл, я понимаю, ви довго молчали, наговориться не може, себе дати мікрофон. що нам потрібен уряд технократів. Мені здається, що нам і парламент технократів потрібен. От наші політики, наші політики, це, можна, я скажу, безумовно. Відповідно, колеги депутати приїхали з Європарламенту, їм там прямим текстом сказали, ми вам пропонуємо створити внутрішню раду при Кабінеті міністрів, де буде 400 експертів з правом призначати і звільняти міністрів. От, можливо, це було дико звучало, це як для папуасів, але, можливо, шарандати їм право приймати декрети, і це буде вихід для переглядного періоду. Алло, ні, можна, от не гроші, це краще, ніж державна дума, це наше життя не розприємають як страну. Питання відповідальності. Поки партія регіонів не понесе відповідальність за те, що було два роки назад, ви б не критикували ні в Європарламенті, нікого іншого. Ви вже два роки маєте генпрокурму, на чому я не маючого іншого. Повірте мені, вазі в Харківській, вже должны були бути якісь суддібні справи, їх немає. В русле якій-то експертократії, тому що є демократія, є експертократія, є воля народу, і народ має дати мандат політикам, для того, щоб вони управляли. А експерта назначають, межу прощу. Кому експерты подчиняються? Це перше. Во-вторых, современна політика, вона держиться на двох кітах. Технократія і демократія. Тому що, хто главний технократ в цьому мірі? Международний валютний фонд. Мировой ринок. Тому що люба країна, любе правительство, в якому приходить власть, що їму треба? Государний бюджет, збалансірованний, здорові державні фінанси, налогові політика, доходи, розходи, тому що розходи, доходи, це державні фінанси, це державні бюджет. Все країни, все країни, нравиться кому-то, не нравиться, сотрудничество з Международним валютним фондом. Вот так оно є. Другое дело, одні, подожди, одні это делают успешно, а другие неуспешно. А теперь, перешли, главное. А ты успешно сделаешь? Подожди. Хоть одного успешного назовіть. Многие делают успешно. Да, пожалуйста, конкретну страну. Я лично, лично, дам тебе, що прочитати. Дайте ви людей не обманывайте. Ні одні, увы. Ні одні. Та ж Ірландія, яку приводили в пример, она успешно решила кризис восьмого року. Ісландія решила кризис восьмого року. Нічого ж у них дефолт був. Так вот, а это... Нет, а почему не решили? А щас главное. Послушайте, послушайте, а не так, как в колхозі. Швайка, не швайка. Это, видите, бригада колхозна. А ты там, это що, доярок ще давайте вспомінать тут будем, трактористов і шахтёров. Так вот. Не, ну тут послушайте. Так вот, тогда вот о чём думать. Правительство надо менять. Совершенно верно. Если парламент не поменяет, його или снесут, или надо его переизбирать. Улица снесёт. Но проблема ж не в этом. Проблема не в курсе. Потому что курс примерно мы знаем. Надо двигаться куда? В ту сторону, на запад. И от той стороны, от востока. Не туда нам ехать, а надо в ту сторону. Но проблема вот чё. Мы поменяем команду. А судно, оно ж с пробоинами. Этот Титаник, он тонет. Почему? Потому что государство расхлябанное, ржавая это машина, корруптированная машина и так далее. Проблема ж не в том, что там Каноненко назначает смотрящих. Одно Каноненко, когда была другая власть, других назначали там Аврамов или как его там назначали смотрящих. Проблема в том, что назначают смотрящих. Любая власть. Почему? Да потому что государственные предприятия, кормушки. Это не государство. Правят кланы. Правят семьи. Это называется patrimonialное государство, а не национальное государство. Потому что государство, это кормушка твоя. Так что надо делать? Надо делать и менять власть, и надо потребовать ее. Дорогой новый премьер-министр, дорогие новые члены коалиции, какая у вас программа модернизации государства? Как вы будете трансформировать государство из этой советской, клановой, а сегодня она клановая, постсоветская, клановая, семейной, так сказать, уже развалившейся машины в современное европейское государство? И не надо продавать государственные предприятия. Если там наблюдательный совет, конкурсы провели, если там нет коррупции, если государство это приносит, доход в государственный бюджет, зачем его продавать? А если, конечно, там есть коррупция, если там как бы назначают кого угодно. Звучит фантастически вообще. Так вот, нет, подождите, надо сделать эту государственную экономическую машину прозрачной. И последнее. Главная реформа, которая не сделана за 25 лет, это реформа собственности. Можно власть передать на места, но там будут править кто? Мэры, местные, так сказать, олигархи, вот и фундисты, если это земля, или какие-нибудь другие. Если говорить о Влада громад, то это собственность там должна быть. У них должны быть экономические рычаги. У нас не сделана реформа собственности. Вот что главное. Потому что если ты политик, то ты будешь собственный там. Нет, 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 еще раз говорю. Вот мы говорим олигархе. Вопрос, куда идут деньги. Я еще раз говорю. Проблема олигархов, что они влияют на политику. Но когда приходит новый политик, почему он становится олигархом? Да потому что власть росла с собственностью, а собственность росла с властью. Их надо отделить. И надо продумать реформу частной собственности. Если кто не знает, читайте, Тернанда Десота, как он сделал в Перу, как он сделал в других странах, эту реформу. Либерализуйте, так сказать, систему эту. И главное, в судах, правоохранительных органах защищайте это право собственности. Тогда человек свободен. Тогда он защищенный. Вот это должна быть программа реформ. Вот это программа реформ должна быть. А неважно, поменяем мы Ереско на Ясенюка, все равно Международный валютный фонд тут будет. Понимаете? Международный валютный фонд. Такова ситуация есть. Но, при том, при всем, сейчас, еще раз. Мы Международный валютный фонд слушаем. А что делать-то? Я еще раз говорю. Слушать Международный валютный фонд, так, это первое. Нет. Реформировать государство, потому что, если у нас будет компетентное, умное, тоже и конституция, и реформа собственности, и конкурсы прозрачные, и так далее, и так далее, которые надо проводить. Каждый день прозрачный конкурс. Тогда, тогда государство, это инструмент управления экономикой, управления политикой, военной сферой, потому что, извините меня, как мы будем защищаться без НАТО от России, если у нас не будет ВПК? А ВПК это промышленность. А ВПК это ракеты, это самолеты, это металл. Извините меня. Для этого надо, чтобы государство было, государство как инструмент политики, а не государство как кормушка для политиков. Вот же что, это разница большая, большая разница. Вообще-то государство должно быть сервисом для людей. Это и суммут, и сервис, правильно. Государство должно быть сервисом. Государство не должно управлять экономикой. Государство должно... Орегулировать. Аналоги это не государство. Я хочу просто сказать, напомнить одну вещь, с чего мы начинали. Первый вопрос был идеология. Я хотел бы просто напомнить, что главным построением государства нужна идеологическая построенная модель. У нас не нажали, ее нет. И сегодня мы все зависим от того, каким образом будет действовать тот или иной пример. Я считаю... Свобода человека это идеология государства. Послушайте, вот ее нужно нарезать сегодня. Если у нас будет идеологическое построение национального государства, где в основе экономического созидания, экономического созидания, будет основана цель создания человеческого общества, и мы будем все подвязаны под создание законов, которые будут оцелены на жизнь людей, тогда любой премьер, как бы ни было его фамилия, он будет вынужден жить по каким-то законам. Если этого не существует в этой стране, мы будем вынуждены жить в зависимости от кланов, который придет завтра. Свините ради Бога. Подвяжитесь. Создавайте. Есть две недели. Вот господин Луценко, Юрий Луценко, вернувшись из Брюсселя, написал, я процитирую в своем фейсбуке, что там имело откровенные встречи с руководством Европарламента и Еврокомиссии. Первое. В Европе больше миллиона сирийских беженцев. Говорить сейчас о безвизовом режиме для воюющей страны непопулярно. Второе. Голландские политики останавливают все процедуры до завершения референдума. Третье. Европейский бизнес утомился от санкций против России. И в условиях экономического спада поддерживает запущенный Путиным лозунг «Санкции бьют не по Путину, а по простым российским людям». Четвёртое. Коррупция и олигархия в Украине не преодолена. Пятое. Невозможно договариваться про стратегию со страной, где правительство утратило поддержку парламентского большинства. Два шестое. Но это уже там детали, что нужно довести до конца требования о электронной декларации доходов, а также закончить формирование национального антикоррупционного. Моё редакторский упор ожидает, что в конце будет написано. И в этой ситуации… Вывод. У нас есть две недели для формирования новой коалиции, нового технократического правительства, голосования за поправки в соответствующие законы. Я бы хотел сказать, как человек, который занимается много парламентской демократией. Это закончится словами, что я не оправдал доверие народа, я сдаю свой момент. Я устал, я ухожу. Я хотел бы сказать немножко, как человек, который занимается парламентской дипломатией, тоже был и в Брюсселе. Две недели, Карл. Я очень рад, что вы любите этот сериал и используете этот мем. Это значит, что вы такой молодой прогрессивный человек. Не каждый использует этот мем, зная, про что он идет речь. Но дело не об этом. Я поддерживаю, что делать с Европой очень-очень сложно. И позиция у нас сложная. Но в Европе есть в том числе и понимание, что Украина борется не за саму себя и пытается выкарабкаться за это ям. Она борется в том числе и за Европу. И что эта агрессия будет дальше, если Украина пойдет, то дальше она будет уже на границе с Евросоюзом, уже намного ближе, в Польше. И дальше уже будут у Германии совсем другие позиции. Поэтому то, что наши коллеги нас там пугают, европейские, да, когда мы приезжаем в Германию и они нам говорят, мы вам снимем санкции, потому что вы не нашли 300 голосов, мы понимаем, что если бы мы пришли и ехали туда с 300 голосами за Конституцию, они бы сказали, мы снимаем санкции, потому что вы не провели выборы. А если бы мы провели выборы, они бы приехали и сказали, мы снимаем санкции, потому что вы амнистию не сделали. Давайте говорить о тех реальных вещах, и как правильно говорили, национальные интересы у нас они есть. Люди, мне кажется, сейчас в стране у нас ожидают, хотят понять, а что у нас будет дальше вот за эти две недели. Я согласен с Юрием Луценко, что нам нужно попытаться этим составом парламента, который еще не исчерпал возможности сформировать неквотный, технократический, я не знаю, переходной уряд, дать человеку, неважно какая будет фамилия, Иванов, Петров, Ереська, не знаю, Семирак, Тарута, абсолютно неважно, голоса можно собирать под разных людей. Дать возможность сформировать команду, но, что самое главное здесь, нужно дать этому уряду задание. Вы переходной, вы технократический, вы должны выполнить вот это вот задание. Мы в Батькивщине будем голосовать за уряд, который уберет, например, позорные там пенсионные налоги, который в тарифы будет заниматься совсем другими вещами, и самое главное, уберет коррупционные потоки и вернет их в бюджет. Все, этому уряду больше ничего не нужно делать. Друзья, друзья, знаете, что я хотел сказать? Вот я внимательно слушал дискуссию, и особенно в преддверии прекрасного праздника 8 марта, с чем я поздравляю всех прекрасных женщин. Дай Бог вам прекрасного этого праздника, что мужчины любили. Но мне... Спасибо вам. Анатолий Петрович, это... Да, вместе с этим, я мне сегодня вспомнилась... Это называется «Ребята, давайте жить дружно». Я просто знаю четкую пилюлю, как решить проблему. Мне вспомнилась одна песня, которую когда-то я играл на гитаре, я думал, что это Высоцкий, потом оказался неизвестный автор, это называется «Мужской и женский два монастыря». Смысл песни очень простой. Мужчины разрабатывали право работы на год, а в это время женщины копали и продвигали женщины вперед. Дорогие друзья, вам нужно взять и копать, и продвигаться вперед. Каждый парламентарий, я вам пока раз расскажу, каждый парламентарий, у нас парламентская страна, может сделать все необходимое, для того, чтобы мы стали европейцами, чтобы жили прекрасно. Мы вспоминали про коррупцию. А можно быть украинцами, скажи, пожалуйста. Мы украинцы и европейцы. Мы вспоминали о деле брендов прокуроров. Слишком такое европейское настояние. Все они говорят об этом деле. Но мало кто знает, что когда это начиналось, нашим коллегой депутатом Константиновским, в те первые минуты я и мои адвокаты, мы запустили всю эту возможность. И мы добились того, что даже в Генеральной прокуратуре мы смогли реализовать фактическую передачу взятки. Значит, это можно сделать в нашем государстве. Значит, мы это смогли сделать. Так вот я желаю, чтобы каждый мог. Вы знаете, когда мы говорим, что кто-то виноват, это не показывает нас высоким. Не перед своей страной, не перед своим народом. Это, знаете, как говорят эксперты Алиновы, знакомые, это полностью исключено. Так вот, единственная вещь. Начинайте копать и любите свою родину, так как крымские татары любят сегодня свою родину. Цените каждый ее миллиметр, воюйте, и тогда за две недели у вас все получится. Знаете, чтобы немножко сбить кафос, Георгий, я другой анекдот вспомнил, как вы заговорили про копание. Про одного старшину роты, который сумел решить проблему соединения времени и пространства. Он сказал, копай отсюда и до обеда. Это старобатовское. Вы знаете, я очень прошу, что вы уже нагадали, а есть еще и третий, очень правильный до этого. Знаете, как в период перебудования журналистам высаживали дерево, значит, приходят, видят, один выкапывает яму, так, а другой раз закапывает. Он говорит, я прошу, что вы делаете? Один закапывает, а другой... Он говорит, я не другой, я третий. Другий мав дерево принести. Так вот, понимаете, вот это, что у нас на сегодняшний день как раз и происходит. Нам потребен сейчас, вот уряд, вот я тут с Алексеем абсолютно согласен, так? Нам потребен тот переходный уряд, который наконец принесет это дерево, так? И начинает его закопывать, поливать и его выращивать. Вот это я, вот это я задача, понимаете? Это как фильм про Бульвар Капуцина. Монтаж. Раз, два, три и все появилось. Дай Бог в помощь Всевышний, дай Бог в помощь твоей заслуги, Дима. И я думаю, что если мы все это сделаем, то это получится, пожалуйста. Дима, это проблема, если придут новые министры, их схемы сегодняшние работать не будут. Нет, я просто напомню всем присутствующим. Так что, значит, сегодня... Старых оставлять, я не пойму, Евгений. У нас на сегодняшний день... Полностью надо менять систему. И полностью надо менять этих персоналов. Видимый процесс. Ну, невозможно. Именно МВФ, и МВФ приостановил все сотрудничество с Украиной, потому что он не понимает процесса, который происходит сегодня между парламентом и правительством. И до тех пор, пока будет опять у нас этот правительственный кризис, мы не сможем ни с долларом решить вопрос, я имею в виду гривна отношения, ни с самими экономическими правительствами. Борислав, я бы напомнил, что МВФ прекратила сотрудничество с Украиной еще в августе. Еще до всех ваших кризисов. Понимаю. Поэтому в данном случае еще раз объясняю. Я хочу, чтобы все поняли. То, что сказал Луценко, он сказал очень правильную вещь. У нас максимум есть две недели. И все разговоры про то, как действовать, что действовать, это будет все потом. Это был Порошенко, который должен подать свои кандидатуры. Реши, правильно. Выполните, подайте. Я согласен здесь с Татьяной, что все должны, фракции, участвующие сегодня в коалиции, подать свои кандидатуры. Нет такого понятия БВП и Нордофронта. У нас сегодня стоит вопрос на кону Украины. Коллега, а вы не понимаете, або вы решаете не вы, або вы не знаете, что вы биты. При живом премьере, который есть, который всегда живет раньше. При этом премьере подать кандидатуру в Вурят еще, чтобы там что-то как-то было. Андрей, Андрей, я, кстати, вы мне... Давайте начнем начать это. А потом будем думать. Я считаю, что он уйдет. Можно я пафос чуть-чуть спущу, да? Вот сегодня съехалось 300 человек с разных краев Украины, да? С разных мест. И вы бы посмотрели, как эти люди одеты, обуты. А куда они съехались? Они были на учредительном собрании, руха, который мы предлагаем как какой-то выход из ситуации. Нет, это вообще... Я сказала, что я в политику вернусь только после того, как в стране будет другая конституция и другие правила. Потому что в эти правила возвращаться бессмысленно. Ты становишься шестеркой в коррупционной криминальной системе. И все нормальные люди в парламенте, которые туда сейчас попали, о чем они говорят на кухнях? Ребята, это сумасшедший дом. И это правда, да. Так вот, люди сейчас, вы выйдете из Киева. Они очень плохо одеты. Им реально уже нечего есть. Это не сказки. И когда вы так пафосно поздравляете женщин с днем рождения, пожалейте 60% мужей в семьях, которые сегодня не имеют денег поздравить своих любимых с 8 марта. Вы не понимаете, в каком состоянии страна. Вот это курино, пожалуйста, депутаты на округах отрабатывать и все прекрасно видят. Он считает, что он лучший президент за историю Украины. Так парламент потерял адекватность, потому что вы считаете, что от смены физиономии из задницы, извините, в креслах, при отсутствии программы, концепции, вы что собираетесь людям предлагать? Гройсмана сейчас посадить. Гройсмана посадить, получить узурпацию власти, которой так стремится любой президент Украины с этими полномочиями. Он становится генеральным секретарем ЦК КПСС. Он руководит за кадром, из-под карбара, имеет всю полномочность власти, не неся никакой ответственности. Вы, парламент, вы приняли закон об импичменте? Нет. Поэтому единственный способ будет снести президента это восстание. Вы приняли законы о смене избирательной системы? Нет. Поэтому единственный способ будет восстание. Что вы делаете? Вы сейчас опять поднимаете тарифы на электроэнергию, при том, что у нас переизбыток электроэнергии. Это вы поднимаете, потому что у вас в руках. Но не руководитель рада поднимается тарифы. Да закройте, господи, рот. У парламента. Господа, мои дорогие зрители, это катастрофа. У парламента есть право принять закон о недопустимости поднятия тарифов больше, чем доказанная себестоимость. Вы этого не сделали. Вы сидите и молчите. Вы греете свои зады там. Вы не учите законодательство. Вы не читаете Конституцию. А те десятки, несколько десятков депутатов, которые занимаются своей работой, стучат головой об стену, потому что они не могут ничего добиться. Потому что серая быдла масса в парламенте, извините, сегодня правит бал. И это правда. Я сегодня у вас здесь те люди, которым вас надо вывести, и они вам все расскажут. И поверьте, это будет жестче, чем то, что я вам сейчас говорю. Послушайте, не надо мне рассказывать. Я мажоритарный депутат из города Житомира. Я каждый день общаюсь с людьми. А не сижу здесь на телевидении для того, чтобы сидеть. Вы правы. Вот я хочу вас поддержать, вы знаете, всей душой. Вот я посмотрел, вот все наши депутаты, вот бывшие вчерашние там дворовые активисты, которые там боролись с застройкой парадной, дворок, неожиданно стали европейскими хедлайнерами. То есть они то в Страсбурге, то в Брюсселе, то еще где-то. Постоянно вот они в зарубежных поездках. Так вы три недели, классно, правильно про регионы. Вот вы соберитесь и выйдете всем парламентом. Сначала в Донецкую область, потом в Луганскую. Вот там проводите. Харьковскую по областям. Вот там проводите открытые... Открытые заседания были. Мы в Донецк. Прекрасно. Краматург. Прекрасно. Мы в Донецк. Что вы рассказываете? Давайте мы загальним. А потом едем в Брюссель и рассказываем, как там, чтобы вы видели. Не надо унижать. Это не было загальним. Идиотично. А все вместе. Идиотично. Я вас так могу запитаться, что вы делаете. Идиотично. Я считаю себя нормальным депутатом. И здесь есть нормальный депутат. А что вы знаете, какой я вообще закон принял? Хоть что-то про меня знаете? Сожалению не знаю. Так вот, получите, пожалуйста, и узнайте, пожалуйста. Я не знаю, какие вы законы принимаете, потому что день заседания парламента превращается во всенародный ужас. Люди ждут, что нового вы примете для народа. Со страхом. Какой бюджет вы примете? Какой новый налоговый кодекс вы примете? Вы видели, как я голосовал за бюджет? Как голосовал Дмитрий? Каким образом вы разрешите их тройки? Каким образом вы разрешите продавать государственные предприятия? Вот хороший бизнесмен, великолепный бизнесмен, Петр Алексеевич Порошенко, он сказал честно, он сказал, в сегодняшних ценах мою компанию продавать нельзя, ну потому что очень низкая цена. Я отдал ее в слепой фонд. Так отдайте государственные предприятия в слепой фонд управлять. Что же вы этого не делаете? Что же вы их продаете? Друзья мои. Это нужно. Так, господин Орест, хочу вас спросить все-таки. Ваш содержательный прогноз, чем все это закончится? Я имею в виду парламентский правительственный кризис. Я думаю, что выборов не будет, потому что те, кто хотят выборов, кто и не хочет, их понимают, что нужен закон про выборы. Без закона не будет качественных изменений. Соответственно, это будет какой-то затяжной длительный кризис. Наверное, какой-то будет новый премьер, но принципиально это ничего не изменит. И что тогда? Тот же самый кабинет оставится? Вы знаете, я тут повернусь до Евгана Мираева. Я сподіваюся, что зовнішнее управление тут будет корисным нам. И нас мусять принять новый пакет законодавства, административно, и конституционный пакет. Я не знаю, в какой способ. Чи через улицу, чи через парламент, але все йде про нова конституція, новый закон про выборы, нова влада. Иначе... Мой прогноз, что мы в ближайшую неделю увидим нового премьера. Фамилия премьера будет тоже Ная, Наталка Ереська. И я думаю, что этот технический кабинет просуществует до осени, когда будут досрочные выборы. По старому закону. А состав кабинета изменится существенным образом, или ключевые фигуры останутся те же? Я думаю, что будут существенные изменения. Например? Я думаю, что министр внутренних дел будет новый. Будет, наверное, новый министр энергетики. Но, в общем, более подробно, наверное, сейчас рано говорить. Евгений, я хотел бы просто напомнить... У вас есть прогноз, что выборов не будет целый год? Подожди секунду. Я надо тоже понимать. Одну я подожду. По выборам. Если будет Ереська премьером, то будет программа, ее утвердят, и иммунитет будет правительства. Когда у вас 90%... Ереська идет для того, чтобы не было досрочных выборов целый год. Вот поэтому в этом смысле... Я хочу не поддерживать правительство. А что касается... Если не будут упираться до меня, Синюкова... Я хочу просто напомнить... Татьяна Острикова следующая. Одну секундочку, да. Я Татьяну хочу поддержать, просто я знаю, о чем она будет говорить. Но вопрос... Татьяна, вы изменились. Да. Мы вспомним просто, как принятие было податковой реформы. На основе ЕРСК законопроекта и на основе Ежанины. Когда парламент полностью, практически в полном составе поддержал законопроект депутатский. Это был первый сигнал о том, что на сегодняшний день, да, финансовая политика, которая есть в государстве, она не поддерживается внутри парламента. И на следующий день, когда мы принимали даже бюджет, вы помните позицию БВП? Мы скажем, что мы не будем принимать бюджет на старый парламент. Борислав, вы понимаете разницу между прогнозом и историческим экскурсом? Я хочу просто напомнить вас. Татьяна Острикова. Вы знаете, я сейчас скажу речь, которую, возможно, вы от меня не ожидаете, потому что я всегда выступала с критикой пані Ересько, самая как министра финансов. Но я считаю, что ей предложил президент в рамках тих договорников, которые сейчас ведутся пост премьер-министра, выключено через то, что он и Арсеній Петрович знали, что она отказалась. А она не ожиданно погодилась. Ну, не ожиданно для них, но зовсім ожиданно для Держдепа и наших международных партнеров и кредитодавцев. Потому что им нужна стабильность, вона для них цілком зрозуміла, вона для них очікувана. И я тут, возможно, выступлю с деякою промоціей Ересько как премьер-министра, потому что все-таки ее американский паспорт, от которого она не отказалась, есть за порукою того, что она будет бояться понести ответственность по американских законам, которые экстратуральны относительно коррупции, и не будет толеровать коррупцию. Поэтому именно сегодня появились чутки о том, что она висунула ряд требований, что там прибраться ТТТ, таких людей в уряде не будет и так далее. А самопомощь вернется в коалицию, если Ересько будет предложена на пост премьер-министра? Нет, самопомощь не вряд ли вернется в коалицию, не смотря на то, что будет премьер-министром Ересько или Гройсман, или там еще кто-то, кто брал участие в этих опитываниях. Потому что та коалиция, которая не помогла отправить в отставку уряд Яценюка, которая проголосовала за Шокина, генерального прокурора, которая проголосовала за оппозиционным блоком за бюджет антинародный, антидержавный, она же не изменится от того, кто я премьером. Понятно. А Батьковщина вернется, если Ересько предложит? Невозможно вернуться в то, чего нет. По согласии с статьей 83 Конституции, коалиция уже мертва, пошел отсчет. В новую войну. В новую коалицию. Давайте будем править. Батьковщина проголосует за того премьера, любого по той фамилии, которую мы сказали. Есть ряд критериев, которые мы будем применять к программе. Но да, естественно, мы будем голосовать за... Да, вы их уже называли, спасибо. Михаил, вы лично... Вопрос о возвращении в коалицию или создание новой? Вопрос. Головко, Михаил, вы проголосуете за Ересько? А какая разница между Семком и Ересько? Это представитель МВФ, это представитель МВФ. Что у них были разбежности, может, у них были конфликты. Алексей, у меня такое ощущение, что в итоге решать все будет легко. Да, а можно это? Я закончу. Да, можно. В итоге судьба коалиции, судьба правительства, которые не торгуется, запомните. В руках человека, который никогда не торгуется. На мою точку зрения, нет между ними большой разницы. И в том числе Ересько, которая выступила против изменения податковой реформы, а особенно изменения податкового навантажения на маленький и средний бизнес, это как раз говорит о том, что она будет сжимать экономику, она будет сжимать количество денег, грошовой массы, и мы будем помиленько умирать. Понятно. Георгий, ну и закончите вы. Народный фронт, Ересько, даст вотум доверие или нет? Коротко. Я, наверное, скажу, во-первых, что нужно перестать бороться за власть, а нужно бороться за свой народ. Это вы к кому сейчас обращаетесь? В премьеру? Я желаю всем, тем, кто не хочет войти в коалицию, тем, кто считает, что останется в оппозиции, тот, кто будет лучше для страны, тот, который готов сделать, поддержать программу, если мы сочтем, что программа нового премьера будет соответствовать с тем, что мы видим, и он поддержит парламент, мы в том числе проголосуем. Но пока никто не подавал в отставку, не подавал заявление, и пока мы стоим на старой оппозиции, мы будем готовы. На следующей неделе, может быть, мы узнаем, а вдруг все-таки 9-го числа будет досрочное заседание Верховной Рады, может быть, что-то решится, а если нет, подождем тогда 2 недели в любом случае. А если нет, обсудим и это. А если нет, обсудим и это. Спасибо всем. Встретимся через неделю в этой же студии. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...